Продолжение следует... Безоблачного счастья! Миша, ты знаешь мои слабости. Настоящий шедевр. Боже мой, как я люблю сладкое. И слава богу, могу его есть сколько угодно и не толстеть. Иначе с мужем-кондитером. Да, дорогая, ради тебя я готов перейти на диетические тортики. Ох, жалко резать такую красоту, но придется. Да уж. Спасибо. Ну что? Давай, реже. Ох, кому же достанется, давайте мне тарелочку быстрее-быстрее, первый кучу. О, браво! 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 Спасибо. Угощайтесь, гости дорогие, Мариша не предлагаю, ей нужно худеть. А вот твоему мужу Петру я бы предложила, кстати, а где Петя? Почему его нет? Не смог, приболел. Понятно, понятно. Витюша, ты обязательно должен сказать тост. Пожалуйста, тишина, внимание. Тихо. Да-да. Ну что ж. Говорит мой сын. Дядь Миша, мама, поздравляю вас с годовщиной. Я вам очень благодарен за вашу любовь ко мне и за то, что мы семья. Ведь правду говорят, что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Дядь Миша, пап, спасибо, что стал мне отцом. За вас. Спасибо, сыночек. Ну, не размазала. Что это? Как что, хороший парень. Да, парень, молодец. Спасибо. Спасибо, Витюш. Я очень надеюсь, что на следующую годовщину ты нам с мамой подаришь внуков. Да. Ну уж нет. Бабушкой мне еще рано становиться. Понятно? Да, да, конечно. Извини, родная, я не подумала. Угощайтесь, подходите. Да, пожалуйста, угощайтесь. Я так соскучилась. Мы же утром виделись. Я так соскучилась. Ань, тебе не надоела эта конспирация еще? Мы же договаривались. Витя, твоя мать хозяйка ресторана. Я ее как невестка точно не устрою. Хотя и идеальная жена. Ко мне даже теща в комплект не прилагается. Но твоей матери нужна как минимум невинная принцесса. А я не хочу потерять работу. Иди ко мне. Марин, ты Витю не видела? Он только что был здесь. А он пошел с Денисом куда-то. Люд, ну заканчивай ты с этим тотальным контролем. Мой крестник уже давно взрослый мальчик. Он мой сын. Был и будет всегда. Тебе, Марина, этого не понять. У тебя ведь нет детей. Хорошо. Интересный поворот. Людмила Викторовна, извините, пожалуйста, мне еще там нужно… Аня… Тебя не просквозить, сынок? Мама, ты что тут делаешь? Ну, это я хочу спросить у тебя. Ну, я вообще-то собирался заняться любовью со своей девушкой. Как ты с матерью разговариваешь? Тебе не кажется, что это как минимум пошло? Мам, мне уже не пятнадцать лет. Я не нуждаюсь в твоем контроле. Завтра же ее здесь не будет. Неужели ты не понимаешь, что она тебе не подходит? Мам, смотри, уволишь Аню? Я на ней женюсь. Имей в виду. Через мой труп. Пончик, ну почему тебе нужно уезжать именно сегодня? Мне так плохо. Меня никто не любит. И вообще, эта карьеристка хочет отнять у меня сына. Нет, ну ты понимаешь, что он выбрал ее, а не меня, а? Ну что ты молчишь? Людочка, радость моя. Мы же с тобой уже вчера разговаривали на эту тему. Ни на кого он тебя не променял. Мы все тебя очень любим. Я просто обожаю. Ты моя богиня. Не расстраивайся. Возвращайся скорее. Я уже скучаю. Не рви мне сердце, любимая. Я тоже уже скучаю. Ну ты же сама настаивала, чтобы я участвовал в этом международном турнире кондитеров. Ты же понимаешь, это поднимет статус нашего ресторана. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, почему участники не могут взять своих жен в этот круиз. Радость моя. В общем, я поехал. По прилету отзвонюсь. Ты, главное, не грусти. Разбирай подарки. Ты же их любишь. Не грусти. Я люблю тебя. Ты самый лучший. Пока, Пончик. Позвони мне сразу. Фантастика. Так. О боже мой. Боже мой, какая безвкусица. На всем экономит. Так, интересно, это от кого? Что? Могли бы и подписать. Позориться не захотели. Интересно. Сердце. Что? Вот это я понимаю. Ничего себе! Что это? Боже, ну это угодили. Мои любимые. Интересно, что это? Не подписано. Кто это? Кто это? Что это такое? Это… Нет, этого не может быть. Боже мой. Какой бред. Так. Возьми трубку. Ну, пожалуйста, ответь. Абонент не отвечает или временно недоступен. Если вы хотите звонить, пожалуйста, попробуйте еще раз. Сволочь! Сволочь! О! Мам, ты приехал! Как же я заскучилась! Ай, твоя родная, господи! Если бы ты знала, как я по тебе соскучился! Ну, как ты? Не болела? Все хорошо. Спасибо. Мам! Папа приехал! Миша, как же долго тебя не было. Ну? Ну, извини. Извини, дорогая. Работа. Ну, сама знаешь. Ой, что ж мы стоим-то? А ты, наверное, голодный с дороги-то. Да быка бы съел! Тебя бы съел! Ну, так быстро! Мой руки! Я сейчас варю твои любимые хинкали! Давай! Папуль, давай! Давай! Может, останешься? Ань, ну, ты же знаешь, я с удовольствием. Просто работа. Ты весь в своего отца. Хоть и неродного. Вы с ним оба конченые трудоголики. Да, что есть, то есть. Дядь Мишина воспитание. А знаешь, что я подумала? Раз твоя мама все равно знает, что мы с тобой встречаемся, и кажется, она меня совсем не увольняет, может быть, нам с тобой съехаться? Ань, ну, ты же знаешь мое отношение к гражданскому браку. Да и к браку вообще. А вот это очень странно. У тебя очень хороший пример твоих родителей. Они счастливы вместе. Это скорее исключение. Ты вообще статистику развода смотрела? А меня не интересует официальный брак. И поэтому я не знаю статистику. А съехаться я предложила из чисто бытовых соображений. Да, я хочу оптимизировать время. Мы с тобой оба на работе. По свиданиям мы не набегаемся. А я порой очень сильно по тебе скучаю. Порой? А ты что, забыл? Я вообще-то кошка, которая гуляет сама по себе. Что? Что слышал? Сама по себе? Угу. Сама? Папулечка, а когда ты уволишься уже? Ведь всех денег не заработаешь. Да, дочка верно говорит. Доча, ты ведь знаешь, что деньги из воздуха не берутся. А жаль. А сейчас найти нормальную работу — это нереально. Ты мне лучше скажи, ты сессию свою перенести не можешь, чтобы мы втроём поехали в круиз. Не-не-не, папуль, в другой раз. Я так рада, что вы наконец-то поедете вместе отдыхать. Круиз по Карибам. Годовщина свадьбы. Эх, двадцать пять лет — это дата. Ой, что сидим-то, а? Что сидим? Что? Скоро уезжать, а чемоданы до конца не собраны. Я ещё аптечку забыла до конца собрать. Закипишилась. Мамуль, стопай, стопай, мамуль. Ну, я что, зря фармацевт, что ли? Сейчас я вам эту аптечку за пять минут соберу. Ну, собери. Миш, всё слишком затянулось. Пора поставить точку в этой авантюре. Я устала лгать Кате про твои командировки. Давай разорвём этот любовный треугольник. Инга, ты прекрасно знаешь, я делаю это не ради удовольствия, а ради нашей семьи. Ну, ты знаешь это. Миша, я устала. Я тоже устал, Инга. Я прекрасно помню, что такое нищета. Если я сейчас разведусь, мне ничего не достанется, потому что всё состояние Людки — это наследство её первого мужа. Я тебе про это уже говорил. Я хочу ускорить процесс, но я не могу изымать слишком крупные суммы из семейного бюджета. Это будет подозрительно. Надо потерпеть. Сколько терпеть? Год, два, десять. Прости. Это нервы. Конечно, ты прав. Да, надо потерпеть, подождать. Но мне так надоело делить тебя с другой. Людмила, для меня только работа. Ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя и нашу дочь. Я сделаю всё, чтобы у вас всё было, и чтобы мы ни в чём не нуждались. О, какие вы мимимишны. Только давайте поторопитесь. Я, конечно, аптечку собрала, а вот самолёт задержать я не смогу. Ой, а такси-то мы и не заказали. Вот-вот. Такси я закажу, ты документами займись. До свидания. Поехали. Здравствуйте. О, приветник. А где мама? Людмила Васильевна у себя. Она с утра проводила вашего отца, разбирала подарки, а потом ее не видела. Она, наверное, еще отдыхает. До сих пор? Разбуди ее. Скажи, что я приехал. Да, конечно. Спасибо. Людмила Васильевна, к вам можно? Ваш сын приехал. Людмила Васильевна. Виктор приехал. Людмила Васильевна. Да проснитесь же вы. Да, да я все отправил. Я прозвоню. Мила. Мила. Мила, что происходит? Она, она не просыпается. Мама. Мам. Мамуль. Мама. Мам. Мама. 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 Затворная. Не реви, скорую вызывай. Холодная. Сейчас. Мама. Нина, скорую вызывай. Быстро. Сейчас. Сейчас. Мамочка. Мам. Дыши. Мам! 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 Я вам еще раз говорю, мама не могла наложить на себя руки. Она была очень сильным человеком. Поверьте, даже у самых сильных бывают минуты отчаяния. Но, в отличие от слабаков, эти люди решение принимают быстро. Но, безусловно, мы проверим все версии. Вы не понимаете. Мама была помешана на жизни. Да. Она занималась своим здоровьем. Она делала все, чтобы продлить годы. И она, она панически боялась смерти. Смерти и крови. Тогда это объясняет, почему она выбрала снотворное и алкоголь. Никакой крови, никакой агонии. Ты тихо, не шуми. Господи, я подъехала и ее на носилках выдалась. Что случилось? Перестаньте. Ну, перестаньте. Маму уже не вернуть. Простите, я обычно более сдержанная. Но Люда, она была мне как родная сестра. Это тетя Марина. Моя красная. И юрист нашей семьи. Владимир Степанович. Покончить с собой у меня в голове не укладывается. Кто угодно, только не Люда. Я уже это говорил, следователь. Вы дозвонились до ее супруга? Нет, я пытался, но абонент в незлом действии сети. Он, скорее всего, сейчас в самолете. У меня к вам будет весьма странная просьба. Не говорите ему о самоубийстве, а скажите, что произошел несчастный случай. Не понимаю, зачем? Ну, я же говорил, мы должны проверить все версии. А что, есть подозрения? У меня нет. Это чисто процедурный момент. Я обязан рассмотреть все варианты событий. Ну, и еще раз примите мои соболезнования. Спасибо. Всего хорошего. Не нужно, я дорогу знаю. Извините, а рабодень прожить не могут. Людмила. Ну? Странно. Виктор. Ответь. Не могу. Два я? Ладно. Алло, Витя. Кто это? Алло, Миша. Привет. Да, Марин. Витя сейчас занят, сотовый забыл в кабинете. Миша, у нас горе. Несчастный случай. Нет-нет, Свете, все в порядке. А вот Люда... Что? Как умерла? Что ты говоришь? Как умерла? Я не понял, Марина, это неудачная шутка, что ли? С ума сошла? Что случилось? Миш, смотри, ты такой огромный. Тихо. Да. Да, Марин? А как же? Нет, я постараюсь успеть, конечно. Да, конечно, просто я уже на корабле, а да, я постараюсь, конечно. Что? Значит, он не прилетит? Вот это я понимаю, безудешный вдовец. Миша сказал, что он постарается, но он сейчас в круизе, ему реально проблематично добраться до аэропорта. Похороны через три дня. При желании за это время можно добраться куда угодно. Что случилось? У нас возникли проблемы, Юл? У меня надо срочно вернуться домой. Что? Ты хочешь из этой липовой семейки испортить нам отдых? Да я столько лет ждала этот совместный отпуск! Инга, не драматизируй. Знаешь что, дорогой мой любимый, вот только попробуй меня бросить здесь одну в круизе. Мне надоело быть на задворках твоей жизни. Если сейчас уедешь, домой к нам можешь, не возвращаться. Домой к нам можешь, не возвращаться. Смироп Макин дарится. И нам нужно смотреть, что на солнце уже не будет. Здесь же можно узнать. Макин дарится. Пießа комната. Криканский, который там на среду не может быть, Он так и не приехал. Возможно, не смог. Вот ты где, а я тебя везде ищу. А где мне еще быть? Витя, я с детективом разговаривала, но, может, сейчас неподходящий момент? Нет. Я хочу знать, что он нашел. Если честно, лучше бы не находил. Пятнадцать лет. Жил на две семьи. Сволочь. У него есть дочь. Он же говорил, что у него нет детей. Боишь, что это еще не все? Что может быть хуже? Детектив сказал, что он сейчас в круизе. Это я знаю. Со своей второй женой. Мать в могиле. А он за ее счет развлекается с другой. Я этого так не оставлю. Он за все ответит. За каждую ее слезинку. За ее смерть. Я убью его. Витя, послушай, не нужно криминала. Убить не убьешь, а в тюрьму сядешь. Месть — это то блюдо, которое подают холодным. Что ты имеешь в виду? Физическую боль можно пережить. А вот духовную — нет. Если бить, нужно быть по самому слабому месту. Думаешь, оно у него есть? Есть. Его любимая дочь Катя. Эх, Коленька, а я знаешь, я вот хочу как мамочка. Влюбиться с первого взгляда в своего принца, в свою вторую половиночку. И прожить с ним долгую счастливую жизнь. Все вы, девчонки, мечтательницы. Но ты-то хоть как медик должна понимать, что нет никаких половинок. Есть только бушующие гормоны и страсть. Что до принца, мне кажется, монарх в хозяйстве не помощник. То ли дело фармацевт. Подожди, подожди. Фармацевт, как ты? А что смешного? Фармацевт, между прочим, звучит брутально. Иди брутално, тренировка опоздаешь. Не забудь про репетицию вечером. А я когда-то забывал? А когда-то забывал? А-а-а... А-а-а! Простите, ради Бога, просто вы… Дорога скользкая, я не специально. Я вас не напугал? Если хотите, я могу в больницу вас отвезти. Нет, мне в больницу нельзя. У меня завтра экзамен по фармацевтической химии. Ого! Ну, если в больницу не хотите, может быть, в кафе, в качестве извинения. А-а-а, но я даже не знаю, как вас зовут. Виктор. Катя. Очень приятно. Ну, вот и познакомились. Ну, как-то так. Ого! Да. Найти лекарство от рака — глобальная мечта. Ну, да. Мне кажется, к какой мере меряешь, так оно и будет. Не знаю, как-то глупо разменивать свой дар по мелочам. Ну, хорошо. А вот скажи, а родители тебя поддерживают в твоих мечтах? Да. У меня очень крутая семья. Они в меня верят. Чем занимаются? Отец, например. А, папа — у меня очень крутой кондитер. А мама? Мамуля, она парикмахер. Ну, она, по большей части, конечно, домохозяйка. Ой, что-то я всё про себя да про себя. Болтаю. Ты лучше расскажи о себе что-нибудь. Кто у тебя родители? Мои погибли. Оба. Не так давно. Извини, соболезную. Авария? Можно и так сказать. Ты извини, мне ещё на работу надо. О, прости. Это я тебя заболтала. Извини. Так, стоп-стоп. Даже и не думай, я заплачу. Да ты знаешь, я как-то не привыкла за чужой счёт. Ну, давай, я хотя бы тебя подвезу. Да нет, здесь недалеко. Мне очень приятно было с тобой познакомиться. Пока. Пока. Ты с ней встретился? Я уж тебе хотела звонить. Вить, ну, пожалуйста, ну, не молчи. Я же вся на нервах. Лучше б не встречался. Теть Марин, мститель, конечно, из меня ещё тот. Это Катя. Она совсем не похожа на своего отца. Ну, это как щенка бить, честное слово. Она смотрит на тебя вот такими вот доверчивыми глазами и ещё хвостом виляет. Ну, Витюш, ну вот, ну сколько раз я тебя учила. Никогда, ни при каких обстоятельствах не верь нам, женщинам. Тебе тоже? А я не женщина, а твоя крёстная. Ведь, ну, сам подумай. Михаил нагло обманывал маму твою, тебя и всех нас. А мы ему верили. А она, что лучше, она же его дочь. Ты просто с ней не общалась. Она думает, что её отец святой. А ты что хотел? Чтоб она вот так сходу, первому встречному рассказала все нелицеприятные тайны своей семьи? Что, думаешь, она профессиональная лицемерка? Интересно, её мать знает о второй жене? Знает. Эта Инга всем говорит, что она замужем за Михаилом. Хотя официально они давно разведены. Ты знаешь, я очень сомневаюсь, что от таких родителей выросла порядочная дочь. Не зря же говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает. Ну, как тебе? Да вроде неплохо. А чё ты сегодня такая... Какая такая? Витаешь в облаках. Что-то случилось? Случилось. Мой милый Пьеро. Кажется, я встретила сегодня своего принца. Это того, что на белом коне? На чёрном джипе. Разве это важно? Ты что, серьёзно? Да. Его зовут Виктор. И он мне очень-очень нравится. Жалко то, что мы с ним, скорее всего, не увидимся. Он почему-то забыл попросить мой номер. А. Видимо, не сильно ты зацепила своего принца. Коль, вот тебе надо было на хирурга идти, а не на фармацевта. Вот зачем девушке вот так сразу, правду, матку резать? Надо было что-нибудь придумать, чтоб не так обидно было. Может быть, он от растерянности забыл попросить. Угу. Ну, тогда тебе, Катюх, нужно было поступать на офтальмолога. Это ещё почему? Да потому, что тогда б ты знала, что все розовые очки бьются стеклом вовнутрь. Ладно. Бог с ним, с этим принцем. Покажись. Ну вот, вот этот грим гораздо лучше. Завтра на выступлении его и сделаешь. Хорошо. Алло, Коль, а я уже внизу. Ты скоро? Ага. Виктор. Привет. А что ты здесь делаешь? Ой, то есть, привет. Тебя жду. Держи, это тебе. Спасибо. А как ты узнал, где я живу? Заглянул тебе на факультет. Принцессой подрабатываешь. На полуставке. Ух ты. А это кто? Извини, это тот самый. Не, Катюх, не потянешь. Не по синьке шапка. Слышь, мужик, а тебе чего общать не надо, а? Ты имей в виду, если обидишь её, будешь иметь дело со мной. Коль, иди в машину, пожалуйста. Да я иду, иду. Иди, иди. Ты давай тоже быстрее, а то я опаздываю. Твой парень? Что? Этот? Нет, это друг, сосед, однокурсник. Да мы с детства вместе. И Пьеро по совместительству. Блин. Может, вас подвезти, а то так заводить будете до вечера? А, Коль? Коль! Коля! Будь проклят, тот день, когда мне мать отдала эту каракатицу. Коль, нас предлагают подвезти. Ты же сам сказал, мы опаздываем. А если он маньяк какой-то? Я к маньякам в машину не сажусь и тебе не советую. Ну, тогда ты как знаешь, а я опаздывать не собираюсь. О, ты что? Спасибо. Я так рада, что ты меня нашел. Я думала, что мы уже не встретимся. Прости, что сразу не записал твой номер телефона. Честно говоря, я растерялся, но не каждый же день сбиваешь пешеходов. Слушай, а может, у тебя стокгольмский синдром развивается, а? Ну, когда жертва защищает похитителя. Не обращай на него внимания. Обычно он более адекватный. Чего я такого сказал-то? О, вот здесь останови. Мы подъехали. Вот тут? Ага. Онкоцентр? Ну да. Спасибо, что подбросил. Ну что, мой милый друг Пьеро, пойдем? Угу. Угу. Увидимся. Номерок я записал. До встречи. Отвали от нее. Извините. Да, здравствуйте. Вы случайно не видели здесь принцессу и Пьеро? Вот тут вот прямо, и первая дверь нахожу. Спасибо. И теперь похлопаем. Раз, два, три. И болезнь нашим уходи. Солнышко веселое нас зовет и врать. И мы с вами не будем улыбать. Ура, ура, ура. Запутался я, что-то, Дэн. Совсем запутался. Не знаю, как определить, лицемерие тот человек или нет. Ну, это элементарно, Ватсон. Надо его напоить. Вся под ногу тной попрет. Слушай, а ведь это идея. Ты гений, дружище. Ну, раз ты это придумал, тебе и помогать. Нет, я шашлык жарить не буду. А шашлык жарить и не надо. Речь идет о шикарном ужине. С апельтивом и покрепче. А-а-а, с апельтивом. Я только не пойму, зачем тебе Аньку напаивать. Она и так твоя? После смерти Людмилы вообще себя хозяйкой возомнила. А речь идет не об Ане. А о ком? Ну, тебе это лучше пока не знать. Не, ну нормально. Как шикарный ужин, значит, с апельтивом. Так, Дэн, помоги. А как сказать, для кого? Многолетняя дружба не аргумент, да? Ну, ладно, ладно, ладно. В общем, я встречаюсь с дочерью моего отчима. У Михаила дочь есть? Ага. И еще вторая жена имеется. Представь себе. Да ладно. Да, ты прав. Лучше бы я не знал. Крепче спал бы. Коль, надо будет новый сценарий придумать. Ребятишкам так понравилось. Еще бы. Они были в восторге от моего пьера. О-о-о, ты такой самокритичный. Да, угора сделал же меня ключи дома забыть, и мама до сих пор не вернулась. А у меня плов есть. Хочешь? А то. О, ну и что бы ты без меня делал? Умер бы с голодом. Это он, да? С чего ты взял? Да потому что сияешь ты, как лампочка Ильича. Катюх, не нравится мне все это. Ревнуешь? Беспокоюсь. Сама посмотри на него. Он же, он же мажор. Богатенький Буратино. Ты на себя посмотри. Может он вообще на спор за тобой ухаживает. А, то есть просто так я ему понравиться не могла? Нет. Ты, конечно, не обижайся, но ты немного не его весовая категория. Такие, как он, предпочитают скорее оттюнингованных кукол. Не надо людей мерить по шаблону. Может быть, я ему понравилась. Иначе зачем бы он тратил свое время на меня? Вот и я хотел бы знать. Или, может, это любовь? Та самая? Кать, ты что, смеешься? Ну, открой глаза, он же просто тобой играет. Будешь потом сопли на кулак мотать, когда он попользуется тобой и выбросит, как ненужную куклу. Спасибо, друг, за поддержку. Не знала, что ты такого высокого мнения обо мне. Кать, если ты не одумаешься, я все расскажу твоим родителям. Пусть тетя Инга тебе потом мозги промывает. Я не хочу быть крайним. Слушай, я взрослая и сама разберусь, с кем общаться. А в данную минуту я не хочу общаться с тобой. Прекрасно. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Коль, ты куда? Оплов! Спасибо, я сыт. Ну, что, давай еще выпьем? Не, мне больше не надо. Я вообще не умею пить. Не надо. А у меня как раз тост созрел. За нас. Ладно. До дна. Не-не-не-не, давай-давай-давай. До дна, до дна. Я же предупреждала. Витя, а что тебе от меня надо? Ты сама? Я? Да, мне очень интересно с тобой. Откуда такой вопрос? Ой, от Кольки. По-моему, мы с ним поссорились. Ты знаешь, я ему сразу не понравился. Мне кажется, он просто сам к тебе неравнодушен. Колька? Нет. Он фанатеет Антанжелина Джоли. Он ищет свой идеал. Нет, ну просто обидно, понимаешь? Мы вот с детства дружим, а он мой лучший друг. Я думала, он поразнуется за меня, когда я влюблюсь, а он собирается нажалаться родителям на тебя. Я оставлю тебя на минуточку. Ага. Федис. Ну, чё там? Ведь ты чё творишь, а? Чё ты её спаиваешь, соплюхаешь совсем? Может, она про дела, а отца-то ничего не знает? Подлинненько всё это как-то. А доводить мою мать до самоубийства не подлинненько? Давай, неси десерт. Десерт я принесу. Хорошо. Но ты-то сам потом сможешь на себя в зеркало смотреть? Смогу. У меня были хорошие учителя. Да. Да, и шампанского ещё захвати. А, шампанского. Ой, не получается. А ресторан качается. Так, давай, у меня не упадет. Ладно? Аккуратнее. Вить, ой. А я тебя когда увидела, у меня земля из-под ног ушла. Ну, конечно. Я тебя тогда чуть не сбил. Нет, это не то. Это не то. У меня мама так в папу влюбилась с первого взгляда. На всю жизнь. Мне кажется, это и моя судьба. Моя вторая половина. Так, ладно. Поехали домой. Не упади. Маль, не держись. Не держишь меня. Я тебе все наударилась. Ну, аккуратно надо. Что здесь происходит? Это и было то частное обслуживание, из-за которого мне внеплановый выходной дали? С кем он приезжал? Как её зовут? Вообще, откуда она взялась? Все вопросы к Виктору. Он начальник, и я просто выполняю приказание. Он не просто начальник. Он твой лучший друг. И ты обязан знать. Какую часть ответа ты не поняла? Все вопросы к Виктору. Ой. Ну, вот тут я и живу. Ого. У тебя здесь так строго. Угу. Это кто? Не знаю. Я никого не жду. Витя, надо открыть. А вдруг это соседи? Вдруг что-то случилось? Да бог с этими соседями. Витя, надо открыть. Ладно, жди меня здесь. Ой. Аня? Что ты тут делаешь? Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет, не здесь и не сейчас. Угу. Я так понимаю, это конец нашим отношениям. Давай завтра поговорим об этом. О чем? О том, что у тебя в квартире пьяная баба? Я все видела. Вить, привезти ее в наш ресторан — это все равно, что вытереть об меня ноги. Подожди, это мой ресторан. И я вожу туда, кого хочу. Ладно? Выбирай сама. Если закатишь истерику здесь, то останемся… Знаешь, в чем моя беда? Я люблю тебя. Только ты этого уже, по ходу, не стоишь. Да, тетя Марина. Что, срочная? Да, срочная и неприятная. Я сегодня встречалась с нотариусом по поводу завещания твоей матери. Ты знал, что у Людмилы с Михаилом не было брачного контракта? Ну, мне так объяснили, что она не сочла нужным его подписывать, потому что все свое состояние она получила в наследство от твоего отца. То есть, при разводе Михаил и так бы остался ни с чем. Но, увы, Людмила не предусмотрела свою смерть. И чем нам это грозит? Михаил — законный муж. Он, как и ты, наследник первой очереди. Половина состояния Людмилы отходит ему. Ну, а если учесть, что твоя мать на юбилей подарила ему один процент ваших акций, то он, а не ты, будет иметь решающий голос в компании. Он выиграл, Витя. В любом случае, этот выигрыш будет ему очень дорого стоить. Готовь. Готовь. Катюш, вставай. Ну, еще пять минуточек. Я, честно-честно, не просплю пару. Пора домой, слышишь? Ты же только что на коне был. Я? Где? Ну, во сне у меня. Только ты почему-то там на рыжей был, лошади. Вы же принцы обычно на белых ездите. Так, все, просыпайся, спящая принцесса. Не принцесса, а царевна. Вечно вы нас, царевна, путаете. Давай, домой отвезу тебя. На коне? На машине. Вставай, вставай, вставай. Тихо-тихо. I did it again. Так, давай, аккуратно. Держись. Витенька, ты такой сильный. И с тобой так хорошо. Петя? Я за вещами. Как за вещами? Тебя два дня не было дома, ничего не хочешь мне сказать? Ай, мне кажется, мы все друг другу уже сказали. Что? Я думала… Петь, подожди, но ты же это не серьезно? Я что, похож на шутника? Петя, мы шестнадцать лет вместе. Ты что, хочешь сразу все перечеркнуть? Да не сразу. Не сразу. К тому же, ты сама меня выгнала. Ну, я ошиблась. Я погорячилась. Меня же тоже можно понять. Ты переспал с моей подругой. Ну, вот я и понимаю, поэтому и ухожу. Нет. Давно нужно было поставить тачку. А я не дам тебе уйти. Я не позволю окончательно разрушить наш брак. Марин, начнись ты, наконец. Какой брак? Жили на автопилоте по привычке. Вот, значит, как ты ко мне относишься. Я автопилот? Слушай, ну не надо. Не утрижуй. Петечка, ну чего ты? Я же тебя простила. Ну, с кем не бывает. Оступился. А бабы сейчас какие пошли. На каждого путного мужика вешаются. А ты у меня мужчина видный, не железный. Да и Людка, наверное, все придумала. Ну, ошиблась. Марин, не унижайся. А хочешь, я твой любимый чай заварю? Травяной. Мы с тобой сядем, поужинаем, поболтаем, как в старые добрые времена. Я же пирожки твои любимые приготовила. Давай. Вот здесь. Вот здесь наше парковочное место. Ну что, пойдем домой? Не, не пойду. Повторяйся. Повторяйся. . Позвольте познакомиться, я, может, сразу в номера. Ну так, что? О, мама зовут, дорогуша. Давайте, пройдёмся, уважаемца. Пройдёмся. Идём, идём, идём. А что благовоспитанная девушка делает у нас в Притоне? Я тоже очень рада тебя видеть, мам. Привет, привет. Я не понимаю, вот как он мог так со мной поступить? Он променял меня на какую-то простушку. Господи, боже мой. Да она рядом со мной не стояла, пьянь какая-то. Твой любимый кофейный? Да? Мам, ты меня вообще слушаешь? Я выгодного мужика теряю. Главное, из-за мужика себя не потерять. Вот это главное. Сядь. Сядь, сядь. А с чего ты вдруг решила, что у них это серьёзно? Мам, он меня из-за неё из своей квартиры выставил. Подожди. А зачем ты к нему попёрлась? Ну как? Я же должна была выяснить. Нет. Нет, не должна. Я сколько раз тебе говорила. Ни один мужчина не выдерживает серьёзного к нему отношения. А если ты начинаешь за ним бегать, всё. Считай, ты его потеряла. Вот тебе легко говорить. Вон твой любовник бегает за тобой, цветами задаривает. Да. А я его не держу. Если ему что-то не нравится, пусть валит на все четыре стороны. Святое место пусто не бывает. А я так не могу. Мам, он меня променял на какую-то серую мышь. Ну там смотреть особо не на что. А вот мужчины, они странные существа. Ведутся на формы, а женятся на серых мышах. Угу. Спасибо, утешила. Вот что мне теперь, серой мышью прикажешь становиться? Анечка, а кто сказал, что будет легко? Тем более твой Виктор, он лакомый кусочек. Особенно после того, как не стала его мамаша. Кстати, хочешь, я мальчикам скажу, они поедут и немножечко начистят фейс твоей серой мыши. Нет, мам, давай без криминала. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Знаешь, вот, я когда его с той-другой увидела, у меня прям внутри все рухнуло. Вот это мне не нравится. Ты, честно, мне влюбилась? Аня, любовь — это непозволительная слабость. Именно любовь способна разрушить даже самый идеальный план. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Но я ничего не могу с собой поделать. О, ребят. Там я, мальчик, ха-ха. Их, мальчик, ха-ха. Аня, любовь — это непозволgerяется. Я не понял, а Катя где? Дома, спит. А ты что у нее дома делал? Провожал. Не беспокойся, с ней все в порядке. Просто выпила лишнего. В смысле выпила? Ты что несешь, Катя, вообще не пьет? Может, поэтому сразу на сон потянула? Я просто довез ее до дома. Еще вопросы есть? Да, есть. Зачем она тебе, а? Только не начинай про любовь с первого взгляда, я на такое не куплюсь. Тебе это не касается. Еще как касается. Катя мне как сестра, если ты хоть что-то с ней сделаешь, я тебе из-под земли достану, понял? Доставай землекоп. Только руку убери, чтоб с гипсом не ходить. Я же сказал, она спит. Ну, не смог я. Не смог. Не смог. Была потрясающая возможность, но… Боюсь, мне до отчима еще очень далеко. Угу. А Михаил на твоем месте воспользовался бы ситуацией. Я не хочу быть таким, как он, тетя Марин. Ты знаешь, меня терзают сомнения. Ты о чем? Прости меня, Господи, если я наговариваю, но ведь Михаил знал, что в случае развода с твоей мамой он не получит ничего. Ее состояние досталось ей в наследство от твоего отца. Но в случае ее смерти он становится свободным вдовцом-миллионером. Ты на что намекаешь? Но мы же до сих пор не знаем, кто подарил Людмиле те злополучные фотографии. Думаешь, он сам это сделал? И уехал, чтобы обеспечить себе алиби? Сам или заинтересованная сторона? Например, жена, дочь? Нет. Нет. Ну, насчет жены я, конечно, не уверен. Но Катя, я не думаю, что она что-то знает. Она же верит, что ее отец святой и работает на износ во благо семьи. Поэтому он так часто пропадает в командировках. Угу. Это ее версия. А что, если она похожа на своего отца больше, чем ты думаешь? Ты ведь тоже верил Михаилу, считал его своим вторым отцом. На годовщине сам это говорил. Говорил. Теперь я об этом очень жалею. Вить, я бы на твоем месте все проверила. Вот что к чему. И не сбрасывай со счетов эту девчонку. Она может оказаться не такой безобидной, как ты думаешь. Честно говоря, да. Я подозревал. Но это до конца не верил. Ой. Чтоб я еще раз что-то крепче к вас... Козел твой, Витя. Ты еще легко отделалась. Хорошо, хоть ума хватило тебя до дома довести. Слушай, я... Ну, он там ничего не сделал. Нет, Коль. Он ко мне не приставал, если ты об этом. Нет. Вообще, он повел себя более чем благородно. Доставил до дома. Нес на руках. Как настоящий принц. Принцы, принцесс, не спаивают. Я вчера, между прочим, чуть полицию не вызвал. И вообще, о чем ты думала, когда пригласила его к себе домой, а? Он мог обокрасть тебя. Или вообще изнасиловать, или убить. Ты вообще знаешь, какая у нас статистика в городе? Ой, Коль, не кричи, пожалуйста. Вот я не думала, я спала. Замечательно. Ешь. О, спасибо, конечно, но я вообще-то ненавижу овсянку. Знаешь, я тоже много чего ненавижу. Например, твоего хахаля. Ну, я ж терплю, так что ешь. Слушай, давай серьезно. Пока твои родители в отъезде, я несу за тебя ответственность. Поэтому я настаиваю, чтобы ты порвала с этим подозрительным типом. Так все, я сама решу, с кем я буду встречаться. Тем более Виктор мне очень нравится. Ты еще скажи, что влюбилась в него. Ну, а что, если это так? Ты кого-то ждешь? Да нет, вроде. Открой, пожалуйста, дверь, я переоденусь. Ой. Та-дам! Я не к тебе. Легок на помине. Катя! Катюш, ты дома? А, да-да-да! Привет. Службу спасения от похмелья не заказывали? Натуральный лимонный сок с медом быстро поставят тебя на ноги. Спасибо. Ты такой заботливый. А, прости, я не знаю, как это вчера вышло, я просто раньше никогда не пила. Так, проехали. Все бывает в первый раз. Держи, это тебе. Спасибо. Я вам не мешаю? Вообще-то немного мешаешь. Эй, прием! Коль, ты чего? Да того. Извини. Этот тип действует на тебя, как удав на кролика. Ты при виде него вообще перестаешь соображать. Подруга, включи рефлексию. Эй, ты как с девушкой разговариваешь? Это для тебя она девушка, а для меня друг. Коль, может быть, хватит меня дуры перед Виктором выставлять? Так вот, за что ты волнуешься. Оказаться дурой в его глазах, да? Ну так поверь, именно так он тебя и видит. Потому что ведешь ты себя соответственно. Все, надоело. Мне не шесть лет. У меня своя голова на плечах. Не похоже. Я не лезу в твою личную жизнь. Ответь мне, пожалуйста, тем же. Окей. Живи, как хочешь. Мне жаль, что ты меня не слышишь, а когда порвешь с этим маньяком, позвони. Скажи, тебе самому вообще не жаль ее, а? Видимо, нет. Извини. Не вини себя. Просто я не вовремя. Да нет. Ты вовремя. Всегда. Чаю? Ага. Петя ушел. Ты, Люд, была права. Променяла меня на эту бабенку. Люд, у нее даже высшего образования нет. И вообще никакого, представляешь? Ему, доктору филологических наук, с ней, видите ли, интереснее, чем со мной. Ой. Мишка еще не вернулся. Тоже. Тот еще. Козел. Ой, Люд, не знаю, остались ли порядочные мужики. Зовите, не волнуйся. С ним все в порядке. Я присмотрю. Ой, что же это я? Память девичья. Смотри, что я тебе принесла. Твои любимые. Ой. Зря ты, Люд, мне про Петю рассказала. Ты ж знала, я вспылю, он уйдет. Гордый. А я, Люд, так боюсь одиночества. Пойду я, наверное. Похолодало. На днях еще забегу. А я люсь больше не на диете. Знаешь, я тут подумала. Лучше быть полненькой, зато живой, чем худой и мертвой. М-м-м. Может, ты чай с молоком будешь? Да. Можно? Конечно. Я очень люблю. Я тоже. Спасибо. Правда? Да. Омлет просто замечательный. Я частенько себе такой на завтра готовлю. Как это? Я думала, это папин фирменный рецепт. Вот он обманщик. Откуда ты знаешь этот рецепт? Меня очень научил. Ну, пока живой был. Ага. Вообще, хороший мужик был. Многому меня научил. Благодаря ему я вкусно готовлю. Жалко, что такие люди уходят. Правда жалко. Ну, давай не будем о грустном, потому что нам лет… Замечательно. Спасибо. Лимонад, кстати, тоже. Да. И не лень тебе было с утра ко мне приезжать. У тебя же наверняка работа там. Я переживал за тебя. Да уж. А работа? Что работа? Она не убежит. А я сам себе хозяин. А это как? Семейный бизнес. А-а-а. А у твоего отца, по-моему, тоже какая-то фирма, да? А, нет, нет. Папа работает в какой-то крупной компании. Правда? Как называется? А-а-а, я не знаю. Ну, я все время спрашивала и все время что-то отвлекала. Но это что-то с кондитерской связано. Так странно. Просто я думала, что все знают, где их родители работают. Ну, да, согласна. А вот они вернутся, и я у папы все узнаю. Ну, что ж, спасибо. Я сама, сама все помою. Не надо. Прости, это, наверное, по работе. Никуда от них не скроешься. Да, Владимир Степанович. Слушаю. Тут такое дело, Виктор Александрович. Я еще раз изучил результаты вскрытия вашей матери. Кое-что показалось мне очень странным. Я назначил дополнительную экспертизу вещдоков, которые мы изъяли в спальне. В общем так, я обнаружил кое-что очень интересное. Но об этом лучше привлечь на встречу. Ну, если у вас есть свободная минутка, подъезжайте. Да, конечно. Я понял. Сейчас, выезжая, буду минут, минут через двадцать. До встречи. Поезжай, поезжай. Я не знаю, в чем там дело, но мне кажется, что это очень важно для тебя. Это правда очень важно. Извини. Спасибо тебе большое за завтрак и за поцелуй. Да, да, я уже на месте. Что тебе? Ты скоро будешь? Ну, окей, да, я так. Об этом еще кто-нибудь знает? Только вы, я и эксперт. Значит, мать все-таки убили. Похоже на то. Только пока идет следствие, об этом никто не должен знать. Из результата анализов ясно видно, что снотворное, которое якобы приняла Людмила Васильевна, было не в таблетках, а в подаренных ей конфетах. Однако это очень самонадеянный ход. Какие шансы были, что она съест подарочные конфеты? Большие. Это были не просто конфеты, это были и французские конфеты ручной работы, мамины любимые. Мама очень любила сладкое, все об этом знали. Она даже хвасталась, что может есть конфеты и не толстеть. У вас есть предположение, кто бы мог преподнести ей этот подарок? Я так понимаю, он появился во время празднования торжества. То есть это мог быть кто-то из гостей или служащих? Да нет, это мог быть сам отчим. Он не любил мою мать, он вынужден был ее терпеть, потому что не мог развестись, иначе он просто бы все терял. Но в случае ее смерти он становился бы сонаследником. По-моему, это прекрасный план, чтобы совладеть денежками моего родного отца. Он даже алиби себе придумал, он укатил с любовницей в круиз. Мой вам совет, Виктор, не спешите с выводами. Как показывает моя практика, чаще всего преступление совершает тот человек, на которого вы могли бы меньше всего подумать. Такой человек есть в вашем списке подозреваемых? Есть. Ну, я не хотел бы назвать его имени. Но вы же сами говорили, что в таких делах лучше не торопиться. И не забываем про пятый столик. Все ясно? Отлично. Здравствуй. Здравствуй. Все-все, работаем. Угу. Я как раз собиралась тебе звонить. По поводу вчерашнего? Забудь. Я была не права. Я же понимаю, что мы с тобой оба свободные люди и в праве жить так, как мы хотим. Я не имею права с тебя что-либо спрашивать. Это ты меня извини за вчерашнее. Я сама не знаю, что на меня нашло. Ладно? Да, конечно. Вот чудесно. А теперь прости, мне нужно работать. Новые посетители. Что это сейчас было, а? Не знаю. Я думал, она меня за вчерашнее уничтожит, а тут… Ваш кофе. Спасибо. Ты мне булочку какую-то принеси. Сейчас. Потому что я еще, например, не завтракал. Она с утра как с эпи сорвалась. Всех строят. Мне по колпаку прилетело. А по виду не скажешь? Спокойная вроде бы. Мой тебе совет, ты не ведись на эти провокации. Потому что это Аня, это сплошная провокация. Наверняка что-то задумала. Да я не ведусь. Просто странно все это как-то. Она фактически меня сейчас бросила. Вот это хорошо. Почему? Ну, у тебя же другая появилась. Как там? Залушка. Плохо. Че плохо? Страшная что ли? Я вчера ее видел, вот ничего. Не страшная. Наивная просто. Опыта с мужчинами ноль. Я ей сказку наплел, она появилась. Тупая, да? Да не тупая она. На фармацевта учится, на красный диплом идет, между прочим. Просто на жизнь смотрит через розовые очки. Ну, а ты эти очки с нее снять решил, да? Ой, Витя, зря ты все это задумал, зря. Да. Знаешь, если человек хороший, жизнью не пуганный, тебе сломать-то ее ничего не стоит. А дальше? Ты ведь не такой, как эта Мегер. Ты совестливый. Как дальше жить с этим будешь? М? Нормально. Смогу. Да. Маму убили. Экспертиза подтвердила. Да ладно. Да. Ну так, что ты думаешь? Девчонка, это причастна, что ли? Да я ничего не думаю. Просто… Лучше всего от маминой смерти только ее семья. Да и Катя. Ты где ходишь? Ты че, пек ее, что ли? Пожалуйста. Пожалуйста. Привет, мам. Я, конечно, отдам их на экспертизу. Может, там остались отпечатки. Но вы должны понять, что это не улика Почему? Вы же сами сказали, что все знали о любви вашей матери к сладостям Тем более, если это ее любимые конфеты То их на ее могилу мог принести любой близкий человек Да Возможно, вы правы, я когда об этом не подумал Хотя Ваша версия тоже имеет место быть Некоторые преступники имеют свойство возвращаться на место преступления Или навещать могилу жертвы Но если убийца испытывает угрызение совести Тогда это нам смело позволит Вычеркнуть из круга подозреваемых вашего отчима и его первую жену Почему? Ну вы же сами говорили, что они сейчас в круизе Но это мог быть тот, кто связан с ними Возможно, этот человек не убивал, но он знал об их планах Ну это только домыслы Я выясню, домыслы это или нет Привет, я очень рада, что ты приехал У тебя все в порядке? Что-то случилось? Я люблю тебя Что? Я буду Миша, ты несерьезно. Не успели приземлиться, ты уже на работу собрался. Инга, не начинай, пожалуйста. Я и так слишком долго отсутствовал. Это может вызвать подозрение. Но ты же не хочешь, чтобы у нас были проблемы. У нас? Скорее всего, у тебя. Еще скажи, что ты соскучился по своей законной женушке. Господи, а! Единственное, по ком я соскучился, это наша Катюха. Вот по ком я совсем не скучаю, так это по тебе. Потому что ты меня уже достала своими придирками. Значит, как круиз ездить, тебе нравится. А как я деньги зарабатываю на этот круиз, тебе не нравится. Ах так? Да так. Пожалуйста, ну, не трепи нервы. Мне и так мозг вынесут, когда я на работу приеду. А чего это они тебе мозг вынесут, если, как ты говоришь, это была запланированная поездка? Потому что я тебе уже сказал, еще в самом начале, возникли серьезные проблемы в ресторане. Ой, я тебя умоляю, ну, не смеши, Миша. Какие проблемы? У тебя ресторан сгорел? Нет, ресторан не сгорел. Все остальное решаемо. Господи, как мне надоело это. Как меня это все достало, когда это все закончится. Не надо смотреть сюда. Едьте, смотрите на дорогу. Может, мне вообще выйти? Че ты? Хватит. Извините, пожалуйста. Ага. Тук-тук, кто здесь дома? Ура! Притекали! А-а-а-а! Привет! Привет! Как ты? Да все хорошо, мамуля. А вы, Катя? Привет, любимая. Хорошо, хоть у кого-то из нашей семьи все нормально. Так, предки, вы что, поцапались, что ли? Лучше у отца спроси. Пап! Катя, чаю организуй, пожалуйста. Папа, че случилось? Да ничего не случилось. Меня на работу вызвали, а мать лютует. П-п-подожди, как это? Ты что, с нами даже пару дней не побудешь? Папа, это не честно. Вот и я про то же. А тяжелую артиллерию против меня выпускать, честно? А дома наездами честно быть? Папуль, ну правда, может быть, ты уже сменишь работу? Ну, мы же совсем не видимся. Ну, да-да. Обещаю, эта командировка будет последней. Ты серьезно? Ну, ты же сама этого хотела. Ура! Миша! Папуля! Миша, я так счастлива. Вот и замечательно. Раз все счастливы, у меня для вас есть радостная новость. Угу. Я влюбилась. У меня появился парень. А что ты улыбаешься? А, а что? Что здесь радостного? Подожди. В кого влюбилась? В Кольку, что ли? Да при чем здесь Колька? Пап, Колька — это просто друг. А тут настоящий принц. Дочь, а ты пойми. Настоящих принцев не бывает. Все мужики козлы, им нельзя верить. Пап, ну ты же тоже мужчина. Я тоже козел. Вон, спроси у мамы. Подтверждаю. Подтверждаю. И вообще, ты еще маленькая. Пап, мне двадцать лет. Знаешь что, сейчас модно выходить замуж после тридцати. О замужестве никто и не говорит. Мы просто встречаемся. Я гарантирую, тебе он понравится. Он лучше всех. Не знаю, не знаю. Что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, тридцать два. Что-то опять не сходится. Ты долго депрессировать собираешься? Пока он мне не позвонит. А-а-а. Мам, твои советы не работают. Я уже две недели как полная дура изображаю себя. Дружелюбие, безразличие. А толку? Ноль внимания, он мне даже не звонит. Да он позвонит. Откуда такая уверенность? А я своих мальчиков попросила проследить за ним. Ты вообще знаешь, с кем он встречается? Да. С какой-то студенткой. Не с какой-то, а с дочерью своего отчима. С той самой? С фотографией. Угу. Из-за которых Людмила покончила с собой. Вот я тебе и говорю. Мам, он ей мстит! Он ей мстит! Господи, ты можешь набраться терпения и подождать? Он никуда не денется, он позвонит. Все, иди. Не мешай мне работать. Так, опять сбилась. Мамулечка, а ты же тоже в папу с первого взгляда влюбилась? Ты сама мне рассказывала. Что есть, то есть. Только твой папа тоже далек от идеала. А мне не нужен идеально правильный принц. Мне нужен тот, с кем я смогу помолчать. Мой человек. А этот Витя... Он твой? Да. Да, мамуль. Ты знаешь, я когда с ним... Я вот чувствую, что все на своих местах. Понимаешь? Вот прямо какая-то радость охватывает, что хочется и петь, и танцевать. Влюбилась. Нет, не влюбилась, мамуль. Я его люблю. А есть разница? Конечно. Влюбленность — это временно. А любовь... Ты знаешь, у меня такое чувство, что я его знала всю жизнь. Мне так с ним хорошо, мам. Ты хоть экзамены-то сдала, Джульетта, или из-за своей великой любви забросила учебу, как я когда-то, а? Я все сдала на пятерки. Да, потому что он меня вдохновляет. Меня это радует. Значит так, бери своего Ромео и приглашай его к нам на ужин. И я хочу с ним лично познакомиться. И желательно это сделать до того, как с ним познакомится папа, и все испортит. Хорошо. Ладно, мамулечка, чё-то я тебя заболтала. Ты давай ложись. Ой, а жалко, что папа уехал. Я даже не успела с ним поболтать. Будем надеяться, что это его последняя командировка. Да, было бы здорово. Ладно, давай отдыхай. Я все приготовлю, а ты отдыхай. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Да, жизнь. Здравствуй, Шенрук. Мне извини, я не мог присутствовать на похоронах, но лайнер уже в море был. С корабля не сойдешь. Как ты? Плохо. Я тебя понимаю, мне тоже плохо. Нет, не понимаешь. Сбишься на меня? Ну, да, да, заслужил. Она покончила с собой. Что? Как это? Этого, этого не может быть. Людмила, она никогда бы этого с собой не сделала. Витя. Да как же так? Да нет, ну ее элементарно, ну у нее не было никаких поводов. У нас же с ней все было хорошо. Тут что-то не так, Витя. Нужно поговорить с полицией. Это, пусть они проведут повторное расследование. Ты на актерский никогда не пытался поступать? Тебя бы взяли. Я не понимаю, о чем ты? Что? Вот об этом. Классная фотография, да? Никого не узнаешь? От, откуда это у тебя? От мамы. На нее она тоже произвела впечатление. Большое. Что здесь новенького? Не поняла. Как это? Умерла. Две недели назад? Ну, воробьем. Дурака же тебе это будет стоить. Увольняться он поехал. Мам, а ты куда? Отца твоего увольнять. Вы поругались, что ли? Мам! Ты все эти годы нам врал. Ну да, я не святой. Да, Витя, я не святой. Но знаешь, многие мужики имеют любовниц, и я не вижу в этом никакого криминала. Но это точно не повод накладывать на себя руки. Я никогда не поверю, что вот из-за этой ерунды Людмила могла это сделать. Супружескую измену ты называешь ерундой? Ой, ведь и я тебя умоляю. Она тоже была не святая. Думаешь, у меня рога не раскроют? Стой! Че разлегся? Вставай. Вставай! Стой! Че ты разлегся? Хороший удар, молодец, молодец. Молодец, да. Но я не буду с тобой драться все равно. Да, я тебя хорошо научил, я понимаю, в детстве. Но я не буду с тобой драться. Потому что я не вижу в этом смысла. Я вообще не понимаю, какие у тебя ко мне претензии. Я твою маму вполне устраиваю. Я был для нее удобным мужем. Иначе она бы давно со мной развелась. Это ты? Или кто-то из твоей семьи прислал ей эти фотографии? И отраву. Это вы, вы убили ее. Какую отраву? Ты же сказал, что она окончила с собой. Жди в гости, полиция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красота. Так. Так, это сделал, 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 сделал. Все. Странно. Странно. Далее. Аня, это я. Угу. Конечно, приезжай. Хорошо. Жду. Да, 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 да. Ааа… Ааа.... Аааа! Аааа… О! Да, 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 да! Алло, мам! Мам, ты была права, а он мне позвонил! У меня не так тошно! Тут еще ты! Можешь помолчать! Не могу, потому что мне тоже тошно! Ты соврал мне! Я тебе не врал! Я просто не сказал! Я искал подходящий момент! Когда? Лет через десять? Слушай, Воробьев, ты меня за идиотка не держи! Я знаю, что ты хотел сделать! Ты хотел жить холостяком, на полную катушку, без нас! Приезжал бы один раз в два месяца, а сам бы с другими бабами крутил! Эти бабы вот уже где у меня! И в мозгах, и в печенке! Может, хватит мне мозги ложечкой выедать? Вот посмотрим еще, что твоя дочка скажет, когда узнает, кем ее папаша работает! Жигола! Ты не посмеешь! Черт! Черт! Термишь! 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 Черт! Термишь! Термишь! Черт! Бинго! Сейчас! Сейчас! Сейчас, Термишь! Сейчас! Ах! Термишь! 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 Он в коме, скрывать не буду. Шансы, чтобы он вышел из комы, невелики. Вы меня извините. Я не думал, что все так получится. Я хотел спасти их, вытащить, но не смог. Ведь ну не кори себя, ты и так сделал все, что мог. Катька с ума сойдет от горя. Кстати, о Кате. Теперь наследница она. Ты о чем? Ну, если Михаил умрет или так и останется в таком состоянии, все достанется и ей, и его дочери. А она теперь богатая невеста. Убеди доверить тебе управление деньгами и… Что? Стать таким, как дядь Миша? Не сравнивай. Ты всего лишь вернешь свое, восстановишь справедливость. Ну, хотя бы ради матери. А ты думаешь, когда он придет в себя, то откажется от денег твоей семьи? Нет, не откажется. Ну, вот то-то. Ты меньше думай, больше действуй. И мой тебе совет, не теряй времени. Катя теперь богатая невеста. Да? Да. Пока на ней никто не женился. Иначе тебе с мужем придется делить и дом, и бизнес. Абонент не отвечает или временно недоступен? Да он что, издевается? Мам! Ты что, опять ключи забыла? А, это ты? Привет. Привет. Что-то случилось? Слушай, Кать, мне тут тетя Тамара из больницы звонила. Я… Я даже не знаю, как сказать. Если не знаешь, как сказать, скажи прямо. Кать… Произошла авария. Серьезная авария и… Дядя Миша, он… Он в коме. А твоя мама… Кать, мне очень жаль. Кать… Кать… Слушай, давай я чаю принесу. Я ничего не хочу. Ну, тебе нужно попить горяченького. Посмотри, ты вся бледная. Да, вот результаты анализа положи мне на стол. Да, да. Да, Виктор. Я позже разберусь. Ладно, я мигом. Витя, у меня мама умерла. Если папа… Тише, тише. Тише, тише. Ты не одна, у тебя есть я. Если папа тоже, у меня вообще не будет семьи. Неправда, неправда. Это неправда. У тебя есть семья. У тебя есть я. Катюш, я знаю, что сейчас не время и не место. Выходи за меня. Что? Выходи за меня замуж. Катюш, держись. Увёз бы ты её отсюда. Катюш, Коля прав. Пора идти. Я не могу её оставить здесь, ей будет холодно. Перестань. Ты же слышала, что батюшка сказал. Она уже на небесах. А если нет? Если я никогда больше её не увижу. Пойдём, пойдём, моя хорошая. Она такая молодая. А я ещё жить уже. Всё, пойдём, пойдём, пойдём. Я слышал, вы женитесь? Да, на следующей неделе. Просто распишемся. Катя так захотела. Ситуация из невеселок, сам понимаешь. Ну да. А ты молоток. Даже удивил меня. Честно. Я ведь до последнего не верил, что у вас всё серьёзно. И ты прости меня, что я поначалу наговаривал на тебя про маньяка и так далее. Да перестань. На твоём месте я бы поступил точно так же. Да вряд ли. Ты береги Катюху. У неё ведь кроме нас с тобой никого не осталось уже. Да, я понимаю. Подвезти? Да нет, я на своей. Коль, свидетелем будешь? Мам, с меня хватит твоих советов. Они уже не действуют. Я достаточно ждала. Я была к нему лояльна. Да, теперь мне нужны объяснения. То есть как нет? Вовсе его нет. В ресторане и на квартире тоже нет. Он что, от меня скрывается? Не могу знать. Можно спросить у Марины Александровны. Возможно, она знает, где хозяин. Будь так любезна. Здравствуй, Анна. Виктора нет. Добрый день, Марина. Да, я его ищу. Вы случайно не знаете, где он? Спасибо, пожалуйста. Случайно знаю. В ЗАГСе. Он сегодня женится. Это неудачная шутка. А разве он тебе ничего не сказал? Впрочем, Виктор не обязан отчитываться о своей личной жизни перед своими подчиненными. Тебе так не кажется? Нет, не кажется. И я ему не подчиненная. Я его девушка. Бывшая девушка, насколько я знаю. Ань, прислушайся к моему совету. Не усугубляй жизнь ни себе, ни ему. И это мне говорит женщина, от которой ушел муж. Вы для начала собственную жизнь наладьте, а потом уже советы раздавайте. Откуда ты знаешь? Я никому про это не рассказывала. Амир, куда теснее, чем вам кажется. Виктор и Екатерина, объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать молодую? Мам, он на ней женился! Господи! Господи! Слушай, от тебя стучаться не учили? Лучше б ты сама научилась дверь закрывать. Подожди, Петр, прости, у нас тут дела семейные. Да ради Бога, ничего страшного. Пойду пока перекушу. Послушайте, послушайте, а мы с вами нигде раньше не пересекались? Не думаю, я б запомнила. Он меня сто раз в ресторане видел. Ну, правильно, зачем же прислугу запоминать? Похоже, Виктор относится ко мне так же само. Ненавижу! Так, давай мне бокал. Не рановато для спиртного? Ну, что там в ЗАГСе? Мам, он женился на этой серой мыши! По залету? Да откуда я знаю? Все, я его окончательно потеряла. Послушай, Петр тоже женат, но это не дает мне повода и право уходить в запой. Но ты ж сказала, что он ушел от жены. Сказала. Но он и ушел. Так делай вывод. Жена не стена, можно подвинуть. А я вообще не вижу повода для расстройства. Мам, ну я же не строитель, чтобы стены передвигать. Я просто женщина. И я хочу, чтобы за мной бегали, а не я за кем-то. Угу. Анечка, включи мозги. Ты же сама сказала, что у той девицы отец при смерти. Ну, любой дурак поймет, что он там делает. Я бы делала на его месте то же самое. Извините, я не такая умная, как вы. Я не понимаю. Виктор всегда был против брака. А тут, если его отец окочурится, кому достанется наследство? Отгадай. Но точно не Виктору. Погоди, ты намекаешь… Да я не намекаю. Я тебе говорю, что ему жена не нужна, ему нужно только наследство. Да, такой продуманный паренек. И что? Я не ожидала от него такого. Анечка, жизнь заставит. Не такое сделаешь. Папочка, я надеюсь, ты меня сейчас слышишь. Я хочу тебя кое-то с кем познакомить. Это Витя. Витя мой муж. Мы только что поженились. Ты знаешь, он… Он замечательный. Я думаю, что тебе бы он очень понравился. Ты ведь всегда хотел сына. И знаешь, Витя очень хороший, добрый, и… Он меня любит, как ты маму. Так что ты за меня не переживай. Теперь я под присмотром. Ты, главное, поправляйся, пап. Ну, перестань. Все, хватит. Не расстраивайся. Никогда не думала, что у меня будет такая веселая свадьба. Да ничего. Твой отец поправится, и мы сыграем настоящую свадьбу. А если хочешь, мы обвенчаемся. Конечно, хочу. Ой, извините, я думала, что здесь никого нет. А вы, наверное, родственники? Я Марина, коллега Михаила. Я пришла проветать его от работы. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Моя дочь. – Здравствуйте. Михаила, это Виктор, мой муж. – Вы Катя? – Да, Катя. Я очень рада нашей встрече. Жаль, что при таких обстоятельствах Михаил очень много про вас рассказывал. Кстати, а вы уже решили юридические вопросы? Если что, я могу помочь. Я юрист компании. Мы с вашим отцом были очень дружны. Я… я не понимаю, о каких вопросах идет речь? Ну, как же, о стандартных, в частности, финансовых. У Михаила есть счета в банке. Я лично помогала ему их открывать. Наверняка он хотел бы подстраховать вас в такой непростой ситуации. И… простите за прямоту. Только Бог знает, сколько Миша пробудет в таком состоянии. Ему нужно высококвалифицированное лечение и надлежащий уход. Это денег стоит. И немалых. И они есть. Пока ваш отец не дееспособен, я думаю, логично передать управление счетами вам, его законной дочери. Думаю, Марина права. Да. Ну что ж, я не буду вам мешать. Миша, поправляйся. До свидания. Спасибо. Я провожу. А она еще наивнее, чем я думала. А ты молодец, мне подыграл. Осталось дело за малым. Поговори со знакомым судьей, чтобы Катя могла представлять интересы своего отца. Это я вернусь с себя. Что потом? Потом ты должен будешь убедить жену подписать на твое имя генеральную доверенность. Как только она подпишет, ты сможешь вернуть все, что этот гад украл у вашей семьи. Но учти, на это потребуется время. И как долго я должен запрошать счастливого супруга? Минимум месяц. За неделю твоего отчима недееспособным не смогу признать даже я со своими связями. Как долго? Мне надоело притворяться. Но никто не говорил, что будет легко. Мерзко все это как-то. Ну, ты расслабься. Попробуй получить удовольствие. Забудь на месяц-другой про месть. Ну, подумай о том, что вы реально счастливая семейная пара. Молодожены. Знаешь, что меня больше всего добивает? Что у этой Кати, по большому счету, кроме меня никого не остается. Я не представляю, что с ней будет, когда от нее уйду и я. Она всю жизнь жила на деньги, которые твой отчим воровал у Люды. Просто пришло время оплатить по счетам. Но Катя ничего не знала. Я в этом уверен как никогда. Она не способна на подлость. Ты ее жалеешь? Ты что, уже забыл, что родители этой девчонки отправили на тот свет твою мать? Бедная Люда. Если бы она тебя сейчас слышала. Я ничего не забыл. Ну, ладно. Мне пора, Катя. Наслаждайся браком. Наслаждайся браком. Наверняка отец твой хотел, хотел бы позаботиться о тебе. Да, ты знаешь, папа всегда мне помогал. Думаю, что пришла пора и мне позаботиться о нем. У него никого нет. Теперь. Ну, все, готово. Я выполнила свою часть. Твоего теста признали не дееспособным. Теперь дело за тобой. А если она не захочет подписать гендоверенность? А ты сделай так, чтоб подписала. Ведь послушай, твоя жена может и не дура, но она влюблена. А мы, женщины, когда влюблены, мы редко пользуемся мозгами. Мы сушим сердце, мужчину, которого любим. Так что у тебя на руках все козыря. Ну, если не возникнут сомнения, вот дай ей вот это почитать. Ну, так сказать, черновой вариант. А у нотариуса будет другой? Почти такой же. Я изменю пару предложений, и этого будет достаточно, чтобы все перешло в твои руки. Мерзко все это как-то. А чего ты хотел? Месть на дорогой редко бывает сладкой. Любимый, это ты? Да, это я. Чё-то ты сегодня пораньше. Ага. Привет, любимая. Привет. А я у папы с утра была. Да? Я даже не знаю, как на это реагировать. Вроде бы радоваться надо, что все юридические вопросы уладили, но как-то тошно. Знаешь, лучше бы папа сам своими сбережениями распоряжался. Да, полностью с тобой согласен. Насколько я понял, тебе в управление переходят не только его счета, но и бизнес. Ты не говорила, что у твоего отца ресторан и несколько предприятий, достаточно крупных. Какой ресторан, Вить? Ты что, папа всю жизнь работал на чужих людей? Я, насколько его помню, он всегда был в командировках. Он работал на какую-то фирму. Какой ресторан? Но документы, они говорят обратное. Может, он как-то параллелил это? Нет, это какой-то абсурд. И зачем папе от нас это скрывать? Нет. Это нелогично. Да, боюсь, мы это не узнаем, пока он не придет в себя. Ну да. Но в любом случае тебе придется брать все в свои руки. Предприятия не могут без руководителя. Иначе не обанкротятся и десятки, сотни людей останутся на улице. Ты ведь не хочешь этого допустить? Вить, ну ты что, ну какой из меня управленец? Я… Не-не-не, я обыкновенный фармацевт и… и то с неоконченным высшим. Так что меня нельзя во главе предприятия ставить. А то я своим руководством быстрее все обанкрочу. Любимая, ну в любом случае надо что-то делать. Бизнес не терпит промедлений. Насколько я знаю, на предприятиях за это время сложились большие проблемы. Вить, у тебя же экономическое образование. Да, и что? Ну, у тебя есть все необходимые знания и опыт. Поэтому ты должен быть во главе от предприятия, а не я. Не думаю, что это хорошее решение. Почему? Твой отец не знал меня лично. Возможно, моя кандидатура его не устроила бы. Не думаю, что это ему понравится. А знаешь, что ему не понравится? Когда его бизнес обанкротится. Поэтому ты как взять, должен все взять в свои руки. Ну, Витенька, ну пожалуйста, ради меня. Пожалуйста, пожалуйста. Что не сделаешь ради любимой женщины? Я тебя обожаю. Царевна Несмеяна, ты съела одна все пирожные и даже ни с кем не поделилась. Ни со мной, ни с детками. Ой, 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 ой. Царевна Несмеяна, вставай. Теперь ты знаешь, что нельзя быть жадной и одной съедать все пирожные. Посмотри, все детки и так знают об этом, да, детки? Да! Да! Эй, Катюш, ты чего? Что случилось? Голова закружилась. Помоги, пожалуйста. Ох уж эти царевны! Такие нежные! Теперь придется нести ее в карету. Идем. Все, до свидания, детки. Пока-пока-пока-пока-пока. Удачи! Удачи! Слушай, может, врача позвать? Да не-не, не надо врача. Я, кажется, знаю, что со мной. Может, у тебя давление низкое? Кажется, это банальная беременность. Ого! Ага. Никогда себя не чувствовал такой сволочью. Катяна, понимаешь, она как будто бессощитная, что ли. По ней бить, себя не уважать. Но забыть тот факт, что ее родители убили мою мать, я не могу. Какой-то замкнутый круг получается. Понимаешь? Ты меня не влюбил с часом. Ведь я тебя никогда не видел таким рефлексирующим. Не хочу об этом даже думать. Понятно. Дима! А принеси нам что-нибудь покрепче, а? Хорошо. Тут одним кофе не обойтись, чувствую. Ты ж на работе. И что? У меня стресс, мне можно. Скажи мне, Вить, ты когда-нибудь слышал о том, что дети не в ответе за грехи своих родителей? Нет, ну правда. Не повезло девочке с папашей. Тебе с отчимом подонком оказался. Ты ведь его тоже не выбирал. Чего Катька должна отгребать за своего папашу? Так что давай. За отмену закона бумеранга. Странный тост. Да, зато жизненный. В твоей ситуации, как бы тебе самому от твоей мести не прилетело. Все это нечестно как-то. А подводить мою мать к самоубийству честно? Ой, ладно, Дэн, все, хватит. И так тошно без тебя. Ну, это сделай так, чтоб тошно не было. Откажись от своей мести. Счастья тебе это не приносит. Ты сам говорил, что жена твоя предлагала тебе доверенность генеральную оформить на тебя. Ну вот, вернешь себе все деньги, которые отчим украл. Если так, то так мы с Катей расстанемся. Почему? Да потому что. Ты подумал, что будет, когда дядь Миша придет в себя. Не будет же он молчать или делать вид, как будто мы незнакомые. Ну да. Твой, конечно, отец, отчим, тот еще фрукт. Но и он помолчит, если это будет в его интересах. Да ладно. Да и потом, не буду же ее прятать всю жизнь. А друзей, знакомых, кто-нибудь все равно расскажет ей правду. Ну, тогда просто исчезни из ее жизни. Примерно это я и собираюсь делать. Что-то вот не нравится мне, Витя, твой примерно. Да ладно, Дэн. По-любому надо заканчивать этот цирк. Дерево с гнилыми корнями хороших плодов не перенесет. Знаешь? Так, Мичурин, ты главное лишних дров не наломай. Чтоб потом разгрести смог все это. Слушай, ну ты звони, если что. И на женскую консультацию на прием запишись. Хорошо. И куда только твой муж смотрит. А Витя еще ничего не знает. Я пока не нашла нужного момента сказать ему. Ты смотри, не проболтайся. Ты первый узнал. Спасибо за доверие, конечно, но с новостью ты лучше не затягивай. А то живот появится раньше, чем муж поймет в чем дело. Ой, Колька, ты как скажешь. Спасибо тебе. Маме привет передавай. Хорошо. А знаешь, вообще я рад за вас. Зря я сначала на него бочку катил. Нормальный мужик оказался. А я-то как рада. Ему с тобой крупно повезло. Удачи вам. Спасибо. Алло, любимый. Привет. А ты скоро дома будешь? Да, конечно. Буду примерно часов семь. Да и с ужином. Не заморачивайся, пожалуйста. Чур я сегодня готовлю. Я тоже тебя очень люблю. Давай, пока. Любишь, значит? А я думала, ты ей мстишь. Что? Прости за прямоту, не удержалась. Кто тебе сказал? Откуда знаешь? Я не дура. Я умею сопоставлять факты. Не волнуйся, Вить. От меня никто ничего не узнает. Ань, чего ты хочешь? Хотела. Тебя. Но теперь это не имеет никакого значения. Привет жене. Настоящий шеф-повар. А кто тебя так лихо овощи научил резать? Отец. То есть отчим. Отчим у тебя просто супер. Ты знаешь, они бы с моим папой точно на почве кухни спелись. Даже не сомневаюсь. Наверное, это здорово, когда отец всегда рядом. Твой отчим тобой занимался? Да, по большей части. Мама была с собой занята. Вот мы с отцом и тусовались вместе. То на рыбалку. Готовить вот меня научил. Еще и драться. Хотя боится из него, честно говоря, никакой. Ты счастливый. А мой папа все время был в разъездах. Я бы не хотела, чтобы у моих детей было так же. Поэтому я тебя ни в какие командировки отпускать не буду. Но до детей нам еще рановато. Ну почему я бы хотела, малыша? Прямо сейчас. Ну нет. Будет через два, через три. Не хочу тебя ни с кем делить. Черт. Аль, паутенце дай быстрее. Катю, дай паутенце. Чуть не пригорело. Тихо, тихо, мой маленький. Это папа сказал не подумав. Он очень обрадуется, когда узнает. Очень. Я надеюсь, вы читали содержание генеральной доверенности. А, да как-то в этом нет необходимости. Я доверяю своему супругу. Ну, в таком случае, подпишите вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Ох, прям гора с плеч. Витёш, держи. На этом все. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Витёш, довезешь меня до больницы? У нас с Колей сегодня представление у ребятишек. Да, конечно. Спасибо. Здравствуй, Ниночка. Здравствуйте, Марина Александровна. Мой крестник у себя? Что-то случилось? Нина, ты же знаешь, я член семьи. Мне можно и нужно все рассказывать. Я, конечно, не знаю, но похоже на то, что… Не рановато или начал? В самый раз. Праздную! За нашу победу! Что-то счастливым ты не выглядишь. Да потому что вкус у этой победы гнильцой отдает. Вроде все на месте. Главная девчонка документы подписала. А теперь можешь подавать на развод. Хочешь, я этим займусь. Честно, я уже ничего не хочу. Ничего ведь уж. Это пройдет, это стресс. На тебя столько всего навалилось. А если это не стресс, а совесть? А? Твоя совесть чиста. Ты никого не убил и никого не ограбил. Только мне почему-то от этого не легче. Слушай, ну ты не грузись раньше времени? И про Витьку не думай плохо. Если б меня сейчас спросили, хочу ли я стать отцом, я б тоже сказал, что пока нет. Не готов. Ну а когда это по факту происходит, это же совсем другое дело. Ты же ему ничего еще не говорила? У-у-у. Хотя я уверен, что он будет рад ребенку. Все-таки ребенок от любимой женщины — это… это мечта любого нормального мужика. Моральных уродов в расчет не берем. Ой, Коленька, ты думаешь, да? Даже не сомневаюсь. Ты настоящий друг, Пьеро. И угораздила же меня стать другом царевны Неспьяны, у которой вечно глаза на мокром месте. А ты из больницы? Слушаю. А он жив? Привет. Шел мимо, решил зайти. Извини, я занята. Я уже не ушел. Молодцы. Ну что? Папа начинает приходить в себя. Врач зафиксировал активность в мозговой деятельности. Ну, слава Богу. Виктор-то знает? Я не могу дозвониться сейчас. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Странно. Ведь я раньше никогда не выключал телефон. Может быть, что-то случилось? Там, ну, наверное, просто на работе. Может, на совещании каком. Ты позвони секретарю, узнай. А я не знаю, где он работает. То есть, как ты не знаешь? Это ж твой муж. Не знаю. Как-то не спрашивал. Зачем? Ну, тогда позвони кому-нибудь из друзей или родных. Никого не знаю. Но ты же один у нас был на свадьбе. А родители его умерли, он один. Ну, друзья-то у него есть или знакомые, по крайней мере. Он что, ни с кем тебя не знакомил? Ты… Ты что, совсем не знаешь собственного мужа? Получается, что так. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, справочная? Девушка, подскажите, пожалуйста, мне номер морга. Девушка... Субтитры сделал DimaTorzok Слава Богу, ты живой. Витька, я так испугалась, пожалуйста, больше никогда-никогда так не делай, я чуть с ума не сошла. Да я в ресторане просто с друзьями задержался и телефон в машине забыл. Я, я даже не знала, кому звонить. Я поняла, что не знаю ни твоих друзей, ни родственников, ни где ты работаешь, вообще о тебе ничего не знаю. Ты действительно хочешь знать обо мне все? Ну, конечно, конечно, да. Одевайся, поехали. Все время хочется спать. Мам, ты хоть раз пораньше лечь пробовала? Пробовала. Получается... Что, приезжал? Да. Я ж тебе сказала, никуда не денется, приползет. Вот это ты четко сформулировала. Он именно приполз. Он не кокущий был, в стельку. Раньше он так не пил. А это хорошо. Значит, ты с сегодняшнего дня у нас беременная. Но он же не помнит, предохранялся он или нет. Мам, ты что, какая беременность? Я ж тебе говорю, он в ноль был. Мы только до кровати дошли, он сразу вырубился. Нет, я его, конечно, раздела, легла рядом. Ну, пусть думает, что было. Это чудесно. Главное, чтоб у него в голове зафиксировалось, что секс все-таки был. Ну, а ребенка мы на стороне где-нибудь найдем. Мам. Ну, что, мам, как будто не ты. Ты же никогда не была щепетильной. Вон, как скакала по ночным клубам. Забыла? Мам, это было давно и неправда. Не свести. Денег не будет. Напримите, кто-нибудь есть? А мне донора тебе искать опять? Прекрасно. Только нужно с гарантированной производительностью. Либо он уже папашка, либо из многодетной семьи. Но гены важную роль играют. Что, кто-нибудь есть на примете? Да есть один. Ну? Говорил, что у него четыре сестры. Не думаю, что откажет, если нахрапом взять. Он у них в последнее время еще изрядно портит нервы. Заодно нейтрализую. Да тебе все портят нервы. Давай-ка. Давай за моего внука. Только от богатого папашки. Это твой дом? Да. Это дом моей матери. Пошли. Пошли. Боже, ой, здравствуйте. Это Нина. Нина, это Катя. Очень приятно. С ума сойти, какие окна. Столько света. Это же не дом, это просто, просто сказка какая-то. А ты, получается, настоящий принц. Ага. И в этом дворце когда-то жила королева. Только эта сказка с плохим концом. Ты о чем, Вить? Ни о чем. Пойдем. Пойдем, покажу кое-что. Это моя мама. Какая красивая. Угу. И молодая. Ей бы жить, дожить. Витенька, ты никогда не рассказывал, как она умерла. Что случилось? Ее убили. Отравили. Какой ужас. Мне так жаль. А, а кто это сделал, ты знаешь? Конечно. Мой отчим. Со своей любовницей. Со своей первой женой. Все это время он жил на две семьи. Да разве так возможно? Если человек подлец, то да. Подожди, ну ты говорил, что твой отчим умер? Да, для меня. Для меня он давно умер. Витенька, если хочешь, давай мы не будем больше возвращаться в этот дом. Но у нас же есть квартирка, будем там жить. Людям ведь для счастья немного надо, правда? Только вот мой отчим бы с тобой не согласился, хотя он знал, что все деньги, принадлежащие моей маме, достались от моего отца, от моего родного отца. Слушай, какой подлец, а? Да. Вот, кстати, он. Витя, это какая-то шутка. Это не может быть твой отчим. Это мой отец. В каком-то смысле, и мой тоже. Ты, ты все с самого начала знал? То есть, Коля был прав, ты обратил на меня внимание, не потому, что я тебе понравилась, а… Ты вообще не в моем вкусе. Я не верю, я, 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 я не верю, это не может быть мой отец, и он не мог убить человека, и мама, она, она такая же жертва, и это… Да она всегда знала, что он живет на две семьи. Нет, мама бы не допустила никогда такого. Да, конечно. Господи, это какой-то дурной сон, я, я сейчас проснусь. Конечно, и останешься ни с чем. Спасибо за генеральную доверенность, я вернул деньги, которые принадлежат моей матери, а вы теперь с отцом нищие, поздравляю. Хоть что-то в тебе было настоящее? Да, было. Ненависть. К тебе и к твоей семье. Вали теперь, мне от тебя ничего не надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алло, Коля? Коль, пожалуйста, забери меня, мне очень холодно, и я очень боюсь за ребенка, Коль. Я, я, я на трассе возле, возле Успенского. Коленька, пожалуйста, забери меня. Алло, Коль, Коля, да что ж, да, о, я, ах! А Миша, я так понимаю, тебя по темпераменту не устраивал, раз ты на моего мужа глаз положила. Да, да, Людочка, Петя мне все рассказал, как ты с ним зажигала, смеялась надо мной. А я ведь так тебе доверяла, с сестрой считала. Ну, ничего, будет мне хорошая наука. А, кстати, все забываю спросить. Конфеты вкусные были? Я ведь старалась. Начиняла. Катюша, 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 ну же. Солнце, давай, давай. Ну, давай, давай. Где мы накосячили? А где все остальные? Да, разошлись уже. Значит, мы здесь вдвоем. Ну, похоже. Так, если ты меня хочешь закрыть в холодильнике, то это статья. Умерщвление путем заморозки. Я узнавал, ясно? А ты забавный. Не бойся. У меня на тебя другие планы. Жарко здесь. Боже, слава богу, ты проснулась. Ты пусть знала, как ты меня напугала. Ты можешь мне объяснить, что произошло? Что с Виктором? Почему он не отвечает? Катя, ты чего? Катюша? Катя? Не-е-е-е! Нина, я же сказал, меня нет дома! Так, а ну-ка давай, вставай! Хватит валяться! Я что, Нинка нажаловала, что ли? Золушка, языди! Лучше за пивком сгоняй! Угу. Бегу и спотыкаюсь! Ты себя в зеркало давно видел? Ну что, Мститель Хренов, полегчало тебе от мести твоей? Нина, заходите! Доброе утро! Нина, Нина, иди встан в рога, что ли! Ой! Давай, пей! Что это? Тебе лучше не знать! Тогда сам пей! Я так понимаю, вы от меня не отстанете, да? Да! А, трава! А теперь ешь! Возьмите! Слушай, ну в меня не влезет! А ты сделай так, чтоб влезло! Слушай, мне и так тошно, вы мне еще… Тошно? Это инородные элементы в тебе оторгаются, от того и тошно! Какие еще элементы? Подлость, мстительность, злость, то, что тебе не свойственно! От того тебя и колбасит! Ты про Катьку не слышал ничего? А то она ушла из дома в одном пальто без денег, даже сумку не взяла! Не слышал! Ты бульончик ешь? Полегчает! Поверь мне никогда не полегчает! Катя! Катя! Катенька, доченька моя! Катя! Что ж ты так долго не приходила, Катя? Как Катя, да? Я знаю про маму, мне сказали! Это ужасно, Катя! Папа, как? Как ты мог? Да, я виноват, Катя, я знаю, я виноват! Я не должен отвлекаться от дороги, ну мы так ругались с ней! Да как ты мог столько лет жить на две семьи? Врать! Постоянно всем вокруг врать! Ага! Знаешь что, Катя, ты делала из меня монстра! У меня были на то свои причины! Какие? 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 Когда я познакомился с Людмилой, нам с твоей мамой очень нужны были деньги! Ты сам-то себя слышишь? Катя, ну не суди человека, не зная его причин! Да тебе сытая жизнь оказалась дороже частного имени! Но при чем тут сытая жизнь, Катя? Думаешь, откуда у нас взялись деньги на твою операцию? Из воздуха? Значит… Значит, я во всем виновата? Катя! Да нет, Катя! Да я не это хотел сказать! Катя! Кать, ну… Ну, только не смей винить во всем себе! Он все это сделал из-за меня? Нет, ну, может, сначала из-за тебя, но… Потом, мне кажется, ему просто понравилась такая жизнь! Кать, ну только не плачь! Я тебя умоляю! Да это не я, это… Гормоны, не обращай внимания! Ты уже успела рассказать мужу про ребенка? Нет… Ну и хорошо, ему пока не надо знать об этом. Кать… Кать, я тут все взвесил… И… Давай поженимся! Коль! Ты в своем уме! Ну, я усыновлю твоего ребенка! Я воспитаю его, как своего, обещаю! Коль, я оценила жертву, но не стоит! Кать, это не жертва! Это… Это тщательно продуманное и осознанное решение! Ну, вот, ну, сама посуди! Нас с тобой объединяет нечто большее, чем страсть или любовь! Это все временно, это проходит, а… А у нас с тобой дружба! И она вечная! И… Я только надеюсь, что ты когда-нибудь, возможно, сможешь меня полюбить! Колька, какой ты хороший! Хоть чем-то мне в жизни повезло! Это значит, да? Да! А к вам пришли! Кто? Дочка? Зять! Кто? Зять! Какой зять? У меня нет никакого зятя! Может быть, вы просто долго лежали в коме? Долго, но не настолько же! Так его звать? Ну, да, пусть войдет! Угу! Какой зять? Колька, что ли? Зять! Витя! Не понял! Здравствуй, папа! Ну, да! Видимо, оружие не вышло! Таня, принц! Да и джипа черного нет! Коль, ну при чем здесь джип? Ну, во-первых, я замужем! Во-вторых, я жду ребенка от мужа! Ну, а в-третьих, Коль, ну, между нами романтики ноль! И не надо делать вид, что ты в меня влюблен! Я знаю, по ком ты на нашем курсе вздыхаешь! Кать, да ты бы не вышла за меня, даже если бы была разведена! Да! Да, Коль, да! Я бы не вышла! Потому что мы с тобой друзья! Я ценю нашу дружбу! Знаешь, вот это меня больше всего поражает в вас, девушках! Вы, вы хороших парней в упор не видите, а на подонков всяких вешаетесь! На! Хоть бы возразила! Витя! Витя, я не верю! Нет! Ты не мог этого сделать, Витя! Я воспитал хорошего парня, а не подонка! А дети учатся у своих родителей! Пускай даже у приемных! А ты был хороший учитель! Считай, мы обнулили счет! И твоя дочь заплатила за тебя сполна! Витя, Катя ничего не знала! Мама тоже ничего не знала, пока не умерла! Витя, ну ты не сможешь с этим жить, я же тебя знаю, ты не такой! Уже, уже смог! И хватит изображать из себя заботливого отца! Тебе же на всех плевать, кроме себя! Ну что ты говоришь, Витя! Я все эти годы относился к тебе как к родному сыну, и ты это знаешь! А по мне, так ты просто играл роль заботливого отца! Для того, чтобы завоевать доверие моей мамы! Я играл роль, да? Витя, все эти годы я был именно с тобой! Не с Катькой, которую я видел урывками, а с тобой! Я был с тобой, когда ты побеждал в соревнованиях! И когда ты проигрывал, я тоже был рядом с тобой! Это я помогал тебе с уроками, Витя! Я учил тебя, не знаю, водить машину, клеить девчонок! А когда ты первый раз пришел домой в стельку пьяный, кто прятал тебя от матери? И потом всю ночь был с тобой, пока тебе было плохо! Ну, не слишком ли затяжная роль для лицемерного отчима? Мама тебе за это хорошо платила! Поздравляю, афера удалась! Да нет, Витя, нет! Мой брак с Людмилой не был аферой! Ты много лет жил, на две семьи! Витя, у меня были на то свои причины! Интересно, какие? Мне очень нужны были деньги! И при этом, несмотря ни на что, я не мог бросить первую семью! Что и требовалось доказать! Ты не был, что называется, в моих башмаках! Я бы этого никогда не сделал! Витя, не зарекайся! Если бы ты оказался на моем месте, если бы ты хлебнул всего того отчаяния, которого хлебнул я, ты сделал бы то же самое! Нет, не сделал бы! Витя, подожди, послушай! Витя, у тебя скоро появятся дети! И не дай тебе Бог узнать, что это такое, когда твой ребенок смертельно болен! А ты ничего не можешь сделать, чтобы его спасти! Потому что твоя гребанная зарплата даже вот настолько не покроет расходы на лечение! И даже если ты продашь квартиру и почку свою продашь в придачу, ты все равно не сможешь оплатить операцию за границей! И вот тогда, Витя, ты пойдешь на все! Да о чем ты сейчас вообще говоришь? А ты что, не знаешь? Тебе Катя не сказала, что у нее был рак? Что? Что? Как же я тебе не оттолкнулась! А как же я тебе не оттолкнулась? Да ладно, ладно! Здорово! Господи! Петя, Петя. Что ты здесь делаешь? Самое обидное, что даже не девочка. Я поначалу думала, студентка, которая не мозгами, а другим местом сессии сдает. Тут сюрприз. Морщины и волосы не свои. И что он тебе нашел? Видимо, то, чего нет у тебя. И что же такого у меня нет? Наверное, мозгов. Думаешь, победила? А ты в этом сомневаешься? Петр переехал ко мне. Кстати, спасибо тебе большое за то, что ты его выгнала. А то бы он так тянул и тянул лямку. Охрану позвать или сама уйдешь. Он тебе все равно не достанется. Петя либо мой, либо ничей. А зачем ему такая жирная старая корова? Пошла вон. Ах ты гадина, а! Ах ты гадина, а! Диана. Ха! Здравствуй! Здравствуйте! А вы к кому? К тебе. Я Анна. Я невеста твоего мужа. И чем я могу быть полезна любовнице моего мужа? Я хочу, чтобы ты немедленно подала на развод. Попросите об этом своего любовника. Он может справиться и без моей помощи. Все, надеешься, что он к тебе вернется? Я надеюсь, что вы сейчас уйдете. А ты знаешь, что это Виктор спас твоего отца из этой машины и оставил в ней умирать твою мать? Вот такая оригинальная месть. Чуть, Марин? Ага. Да, я ее убила. Кого? Любовницу Пети. Он мне бросил. Ты знал. А я его люблю. Все для него делаю. Готовую, убираю деньги, зарабатываю. Ты знаешь, сколько в университете преподавателям платят? Гроши. А мой Петенька любит красивую жизнь. И баб красивых. Красивых. Как твоя мать? Не надо было Людке с ним спать. Да он мне сам говорил. Так-так, тебе и сегодня, сегодня хватит. Что это? Кровь? Ты порезала, что ли? Я же тебе сказала, я ее убила. Этой со статуэткой по голове. Кровища, видишь, сколько? Я думала, мне будет легче. А она каждую ночь ко мне приходит. Да кто? Любовница дяди Пети? Мать твоя. Пусть не разговариваем, как прежде. Смеемся. Я на их воде скучаю. Мне такого не хватает. Но она сама во всем виновата. Нельзя лезть в чужую семью. Нельзя! На нашей королеве ей все можно. Ломать, крушить, унижать, оскорблять. Конфеты эти она все любила. А мне говорил, на диету пора. Какая глупая смерть. Правда? Теть Марин, ну хватит. А еще это, снотворное она пила. От панических атак. Ну, ну, представляешь, у человека все есть. А спать не может, боится. А чего боится, не знает. Она попросила меня сесть в аптеку. Как будто служанка какая. Забрать. А я забрала. И она заснула. Я вот эти конфеты и шприц так… Пух! И заснула навсегда. Нет, подожди. Нет, стоп. О фотографии. Ой, Мишка. Я про него все знала. Но молчала просто. Людку ожалела. Не хотела разрушать чужую семью. А она взяла и разрушила мою. Вот скажи так честно. Так. А еще… Теть Марин, стоп. А еще она мне успела позвонить. Злая была, как собака. Трясло аж всю. Хотела Мишку и семью его заказать. У меня спрашивала. Не знаю я кого, кто мог бы это сделать. А потом заснула. Нет, нет. Так что, все. Нет, ты врешь. Ты врешь. Ты врешь. Ты думаешь, я исчая дяда? Ты просто очень плохо знал свою мать. Владимир Степанович, вы не могли бы подъехать? Прямо сейчас. Это срочно. Я знаю, кто убил мою мать. Этот человек во всем только что признался. Жду. Мамуля! У меня все получилось. Мам. Мам, ты чего? Эй. Мама. Мама, ты чего? Эй! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Мама! Мамочка! Мама! Привет, подруга! Мама! Вот, твои любимые! Еще с того раза остались! Мама! Ты знаешь, Люсь, я тут подумала, мужики приходят и уходят, а женская дружба остается. Надеюсь, скоро свидимся. Я соскучилась. Я не знаю, как она могла убежать. Я думал, она все время в комнате. Я уже отдал приказ обыскать окрестности. Ее машина тоже в розыске. Виктор, скажите, вы уверены в том, что вы говорите? Потому что ложное обвинение… Я понимаю. Не верьте мне, но найдите еще одного человека. Теть Марина сказала, что убила любовницу своего мужа. Я не знаю, о ком идет речь, но ее руки, они были в крови. Проверим. Хотя, ее слова об отравленных конфетах подтверждают результат вскрытия. В желудке был обнаружен шоколад. В любом случае, буду держать вас в курсе дела. Всего доброго. До свидания. Да. Кто? А, пропусти. Тебя Катя что ли прислала? Черт! Да, Вкрачева. Ну ты и мразь! И как тебя вообще любить можно? Слушай, я о твоей симпатии не прошу. Катьке жизнь сломал. Своему ребенку тоже мстить будешь за то, что его отец подонок. Ребенку? Какому ребенку? Что ты здесь делаешь? Как ты... У меня ключи. Верни. Ты здесь больше не живешь. Кать, когда ты собиралась сказать мне про ребенка? Или ты решила скрыть? Откуда ты? А, впрочем, не важно уже. Это очень важно. Я не хочу, чтобы он расплачивался за наши ошибки. Не будет. В смысле? Ребенка не будет. Ты что, сделала аборт? Нет. Выкидыш. Вчера на нервной почве. А теперь уходи, пожалуйста. Нас больше с тобой ничего не связывает. Или, может быть, ты мне еще за что-нибудь хочешь отомстить? Ну так мсти. Мне теперь все равно. Кать, я... Подай на развод. Или это сделаю я. О, ваше. Слушай, я знаю. Похоже, ты это не можешь. О, ваше. Поехали. О, ваше. О, ваше. Ваше. О, ваше. О, ваше. О, ваше. Мне кажется, что я не могу. Из чего ты? Идиот. Какой же я идиот? Все будет хорошо, моя. Мы уедем. И он нас никогда не найдет. Все будет хорошо. Ну, проходи, не стесняйся, не пугайся. Мне от бабки эта квартира досталась. Ну, сдаю один год, хочу на ремонт подкопить. Ну, вообще, благодаря такому антиквариату и цена такая, ну, для тебя чисто символическая. Даже не знаю, как вас благодарить, Серафима Львовна. Мне подходит и цена, и квартира. Подожди, так ты толком даже и не рассмотрела. Хоть бы цену сбросить попробовала. Ой, торгаш тебя никудыш, Некатерина. На рынке б ты у нас не прижилась. Значит так, вот это жилая комната, там санузел раздельный. Тараканов нет, сама на прошлой неделе травила. Стериальная машинка почти новая, сама на прошлой неделе из дому приволокла. Там кухня, ну, плита, газовая. Ты умеешь пользоваться? Да, да, я с кухни на ты. У меня папа повар. Был. Соболезную. У меня тоже давно того батя. Ну, с работой ты поняла. Если устроит, можешь хоть завтра выходить. Оплата достойная, вполне нормальная. На жилье и покушать хватит. Ну, а то, что грязно, это только у тунеятся в руки чистые. Вы меня очень выручили, Серафима Львовна. Я же без диплома по профильному не устроилась бы. А поэтому я любой работе рада. Спасибо вам большое. Это тебе спасибо, детка, что ты мою Любаню в своей больнице несмеяно и радовала. Так что долг платежом красен. Но вы же не обязаны. Да знаю, что не обязана. Но я имею право хоть раз в жизни добром за добро отплатить. Давай, обживайся. Держи ключи. Спасибо. Давай. Катя. Катя. Ты дома? Доча. Здравствуй, Нина. Здравствуйте. Сына, позови, пожалуйста. Ань, ну не волнуйся, я скоро буду. Виктор, тут… Я вижу. Нин, можешь быть свободна. Ага. Спасибо. Значит, все-таки Аня? Тебя это не касается. Ты чего пришел? Это больше не твой дом. Витя, Катя пропала. Чемодана нет. Телефон отключен. Даже Колька ничего не знает. Я думал, может, ты ее забрал. Ну, может, в гости кому поехала. Нет, Вить, нет. Это на нее не похоже. Вить, я прошу, если она появится… Я сообщу. Спасибо. Вить, да что с тобой, а? Я тебя не узнаю в последнее время. Катя до сих пор не объявлялась. Может, мне заявление в полицию написать? Формально все-таки мы женаты. Хорошо. И что ты им скажешь? Что отыгрался на девчонке за смерть матери? Обидел ее? Из дому выгнал. Теперь пропала куда-то. Мой тебе совет. Отпусти ее и живи дальше. Только живи, Вить. Да пытался, не могу. Все мысли только о ней. Где она? Что она? Мне кажется, я с ума схожу. Но если эта Катька тебе нужна, тогда найди ее. Детектива найми. Ну, как-то находят этих людей. Ты уже нанимала. Она как сквозь землю провалилась. Да и не простит она меня. Она же ребенка потеряла. Я ее беременную на улицу выгнал. Хватит. Хватит этого самобичевания. А то я вправду тебя буду в психушке навещать. Тогда надо выбросить ее из головы. Все. Сам сказал, она тебя не простит. Думаешь, так легко? Да знаю, что трудно. Ты делаешь что-то, на развод подай. Найди себе другую. Красивую, веселую, жизненную. Нет. Так, давай сразу, Вить. Вот только не эту. Я тебя прошу. Вот кого угодно, только не ее. Почему? Назови хоть одну причину. Она красивая, умная. Мы давно встречаемся. Мозги мне не выносит. Причину, говоришь? Хорошо. А она спит с кем попала? Чего? Например, со мной. Еще раз увижу, что ты болтаешь по телефону в рабочее время. Уволю. Нана Витальевна, но заказов ведь нету. Это неважно. Тебе платят не за болтовню. Пока я здесь хозяйка. Ты не хозяйка. Ой, Вить, да ты что? Я же не это имела в виду. Я… Я, наверное, пойду. Ты уволена. Что? Ты уволена из ресторана. И из моей жизни. Вить, ты серьезно? Что на тебя нашло? Я ему все рассказал. Я не понимаю, о чем он. Зато я все понимаю. Витя, подожди. Ты так со мной не можешь. Я столько лет отдала этому ресторану. А этот сплетник, да он все наврал. Я с ним не спала. Ты что? Про секс здесь вообще никто ничего не говорил. Пошел ты. Витя, Витя, ты… Да ты тоже не святой. Ты заменял меня с этой своей женой. Сама слышишь, что ты сейчас несешь. Заткнись. Вот кто тебя просил рот открывать? Ты столько времени молчал. Да ты права, трус обал. Надо было сразу все рассказать. Думаешь, это конец, да? Как бы не так, я его все равно верну. И первое, что я сделаю, избавлюсь от тебя. Ну, удачи. Ты? Ну? Проходи. Проходи. Не помогает. А, я вот только на этой анестезии держусь. Тебя, если травма после аварии беспокоит, обратись к врачу. Ну, при чем тут это? Знаешь, есть более страшные травмы, когда вот здесь, вот здесь, когда больно. не звонила? Не звонила? Нет. Если что... Я... Я понял, я звоню. Ты б завязывал с этим, батя. Забьешься. А тебе не все равно? Нет, не все равно. Забьешься. Катюшу! Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что это. Тебе в декрет не пора? Может, хватит с таким пузом шваброй-то махать? Да не, мне не сложно. Нагрузка небольшая. Я врач сказала побольше двигаться. Ой, не знаю, Катюш, я когда своего Генку вынашивала, я вообще из кровати не вставала. Мне муж запретил даже полы подметать. Катюш, ты знаешь, а ты после работы заходи ко мне в гости. Я такой супчик сварю, пальчики оближешь. Спасибо, я постараюсь. Давай. Я аж говорила, где болит? Живот. Так, это схватки. Какие схватки, 7 месяцев. Так, это точно схватки. Так. Алло, скорая. У нас тут девушка рожает. Что это? Вещи новенькой. Медсестру хозяйку жду, сейчас придет, заберет. Как девочка? Критично. Срок слишком маленький для родов. Родственникам сообщили? Нет. Она не говорила, кому звонить. Не до этого ей сейчас. Ты знаешь, в сотовый загляни. Ну, посмотри, может, муж там записан. Хорошо, сейчас. Угу. Да, слушаю. Екатерина? Да. Моя жена. Как в роддоме. Здрасте. Вы, вы мне звонили. Мою жену доставили недавно. Она беременна. Минуточку. Наталья Сергеевна, вы просили предупредить. Он пришел. Девушка, девушка, а можно... На данный момент состояние средней тяжести. Схватки остановить удалось. Ребенок жив. Вашей жене нужен полный покой и никаких физических нагрузок. Я понял. И еще. У нас, конечно, все профессии в почете. Но беременной женщине, особенно на таком сроке, не стоит мыть полы в подъезде. Ей тяжелое поднимать нельзя. Она ведра с водой таскала. Я не знал. Правда. Мы просто по вздоре с женой. Я об этом не знал. Ну, теперь знаете. От вашей заботы напрямую зависит жизнь вашего ребенка. И не оставляйте ее без присмотра. Складки могут возобновиться в любой момент. Проходите. Она в девятый. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Ну? Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Ты заврала мне? Поедешь со мной. Врач сказал, что тебе нужен покой. С тобой у меня покоя не будет. Уходи. Я никуда не уйду. Теперь я из твоей жизни никуда не уйду, потому что я люблю тебя. Катя, ну, прости, ну... Прости, но я виноват. Я не ведал, что творил. Я ползал. Вернись домой. Я не могу без тебя. Отец не может без тебя. Он успевается. Я никуда с тобой не поеду. Да у тебя просто нет выбора. Если понадобится, утащу силы. Никуда мне не помешает, потому что официально мой муж и жена. Так что поедешь со мной и до родов будешь жить у меня в доме, под постоянным присмотром. Я не хочу рисковать ни тобой, ни ребенком. А потом сделай, что хочешь. А если я откажусь? Откажешься? Тогда я найму лучших адвокатов и заберу у тебя ребенка, если он тебе не нужен. Не доверяйте. Поехали. Теперь это твоя комната. Можешь переделать здесь все, как хочешь. Я попросил, твои вещи скоро привезут. Если хочешь поужинать, я попрошу Нину, а она принесет. Я ничего не хочу. Ребенка ты тоже голодным оставишь? Я скажу Нине, а она принесет. Ребенка ты тоже голодным оставишься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Доченька моя, ты что, что здесь, Катя, а? Ну, ты что, мне не рад? Рад? Катя, ну как не рад? Очень рад. Просто я, Катя, я боялся, что ты со мной вообще даже разговаривать больше не будешь, Катя. Доченька моя, прости меня. Ну, прости меня, дурака. Я же, я же хотел как лучше, Катя. Я не думал. А получилось, ну, как получилось. Пап, я одного не могу понять, но вот как ты мог столько времени врать маме, все эти годы? Катя, я маме не врал. Ну, не договаривал. Катя, мама знала. Нет, нет, пап, ты что-то путаешь. Да ни одна женщина бы не согласилась делить своего мужчину. Ко мне, когда эта любовница Витя пришла, я, я чуть с ума не сошла. К тебе приходила Анна? Смотри-ка, даже ты о ней знаешь. А я-то дура. Нет, ну, Катя, я, естественно, о ней знаю. Она была его девушкой для тебя. Цепкая девка. Без боя ведь его не отпустила. Что она тебе сказала? Я не хочу об этом говорить, пап. Ну, понятно. Явно, какая-нибудь гадость с нее станется. Ну-ка, давай, рассказывай. А я тебе скажу, правда это или ложь. Ну, ты-то откуда это знаешь? Когда речь идет о Викторе, я знаю о нем почти все. К своему стыду должен признать, что, да, я знаю его гораздо лучше, чем тебя. Потому что он рос у меня на глазах, а ты в это время была вдали. Но поверь, он очень хороший парень, несмотря ни на что. Ну, она мне сказала, что Витя специально бросил мою маму в машине умирать. Хвастался ей, что таким образом отомстил за свою мать. Нет. Нет, Катя, это ложь. Это гнусная ложь. Я не знаю, я, может, много в жизни наделал ошибок, но одно я сделал в жизни правильно. Я воспитал и вырастил достойных детей. Не мог Виктор бросить умирающего человека. Пап, ну почему ты, может быть, в этом уверен? Катя, я там был. Я все видел. Несмотря на всю боль, которую я причинил этому парнишке, он, рискуя собственной жизнью, вытащил меня из горящей машины. Инга к тому моменту была уже мертва, но он все равно, он бросился к ней. Взрыв ему помешал. Вообще, он сам чудом остался жив. Но она сказала мне... Дай, Катя! Она тебе скажет все, что угодно, чтобы ты отвернулась от собственного мужа. Катя, не поддавайся на ее провокации. Если ты его хоть немножко любишь еще, ну так борись! Борись за себя, за свою семью, за любовь! Да нельзя, папа. Ну нельзя любить человека, которого совершенно не знаешь. Катя, ну ты-то его знаешь. Ну вспомни все самое хорошее, что было между вами. Как мы вместе смеялись, грустили, болтали. И все это Витька, Катя. Все это Витька, которого я знаю с самого детства. Добрый, отзывчивый парень, верный друг. А главное, замечательный сын. Катя, ты пойми, он ведь, он не тебе отомстил за мать. Он, он себе отомстил, потому что он не может быть злым. Он, это его разъедает изнутри. Папочка! Катя! Да, Катя. Как ты себя чувствуешь? Да, все хорошо. Слава Богу! Что? Скажи, пожалуйста, ты сможешь меня забрать от папы? На улице и дочь идет, а Коле нужно было в институт. Конечно, заберу. Хорошо, я буду на подземной парковке ждать. Пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Катя, 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 нет, нет, черт, Катя, не умирай, слышишь, Катя, я люблю тебя, Катя, черт, Вы муж? Да. Значит, вам решать. Состояние критическое. Придется выбирать. Либо жена, либо ребенок. Я боюсь, что мы не сможем спасти обоих. Жена. Спасайте жену. Спасибо. Спасибо тебе за дочь. Но ты ж понимаешь, Катя тебя никогда не простит. Я и сам себя никогда не прощу. Вот так вот уже и сидит полчаса где-то. Это правда она сделала? Правда. Вот дает. Должна же быть какая-то грань у человека. Ну, к сожалению, не у всех. А я знала, что вы меня найдете. Глупо было делать это на своем авто. Угнать надо было. Послушайте, вы чуть человека не убили. Неужели не раскаиваетесь? Чуть? Так эта дура еще жива? Прошу. Прошу. Состояние вашей жены тяжелое, но не критичное. Есть все шансы, что она скоро пойдет на поправку. А дочка? Не буду вас обманывать. Это уже чудо, что она жива. Но нет никаких шансов, что девочка переживет эту ночь. Она очень недоношена. Доктор, ну что-то же можно сделать. Я готов на все. Любая операция за любые деньги. Даже донор готов найти им. Ну, к сожалению, медицина здесь бессильна. Хотя, кое-что вы можете сделать для дочки. Молитесь за нее. Бог милостью. Господи! Витя не смеет чаеваться. Пока она жива, есть шанс. Теперь я тебя понимаю. Отец для своего ребенка готов на все. Отец. 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 Прости... Прости, глухие! Прости! 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 Прости. Клухие! Мне страшно, папа, папа, мне, мне, мне страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Доченька, дочка, доченька, где мой ребенок? ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Готово? Подожди. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok